Чёрное зеркало И я и её ведущий Евгений Киселёв Как всегда, мой коллега, ведущий подробности Алексей Лихман Сегодня моим соведущим будет мне помогать Здесь у нас в студии собрались политики, депутаты всех основных фракций Верховной Рады А также независимые депутаты, журналисты, политологи, чиновники Ну а говорить мы, думаю, во всяком случае, я так рассчитываю, что мы поговорим о двух важных темах На одну из них в минувшей неделе, в том числе и в Верховной Раде, были ожесточённые баталии Я имею в виду обвинения и контробвинения в адрес правительства в коррупции И создание временной следственной комиссии, которую, в общем, пока не удалось создать А с другой стороны, под конец недели появился закон Вообще, на мой взгляд, правильный закон, пафос его мне нравится Закон, который объявляет преступными, осуждает коммунистический тоталитарный режим И нацистский, национал-социалистический тоталитарный режим А также запрещает их пропаганду и символику Вот в части запрета пропаганды и запрета символики У многих сразу возникло множество вопросов И я думаю, что эта тема заслуживает отдельного обсуждения Но прежде всего, я хотел бы вспомнить о том, что на минувшей неделе Исполнилось 40 дней со дня гибели российского оппозиционного политика Большого друга Украины, Бориса Немцова В Москве по этому поводу прошли траурные торжества Немцов мозг, как теперь называют москворецкий мозг, где он погиб, был буквально узлым цветами А у нас сегодня в студии близкий друг и соратник Бориса Немцова по партии По оппозиционной борьбе российский оппозиционный политик Илья Яшин Давайте мы его поприветствуем Илья, я так понимаю, что ваш приезд в Киев связан с тем, что вы начали собирать материалы Для того, чтобы закончить доклад, над которым работал покойный Борис Немцов Доклад, который подтверждал бы факты на документальной основе Подтверждал бы факты прямого российского военного вмешательства на востоке Украины Да, все верно Еще в конце декабря Немцов придумал написать доклад Где можно было бы собрать и систематизировать доказательства присутствия российских войск на территории Украины Присутствия российских наемников и прямого вмешательства Я думаю, что для украинской аудитории, для украинских граждан это давно уже не секрет А вот в России для огромного количества людей это является неправдой Потому что правительство Владимир Путин уверяет нас на протяжении всего года Что российских войск на Украине и на территории Украины нет И нам бы очень хотелось открыть людям глаза на то, что происходит И понятное дело, что написать такой доклад, сидя исключительно в Москве, невозможно С нами работают журналисты, которые писали очень глубокие и известные такие репортажи из зоны боевых действий И я действительно встретился с рядом политиков, депутатов Верховной Рады Мы пытаемся найти подтверждение или опровержение ряду тезисов, которые сформулированы в нашем докладе Мы пытаемся найти новую информацию Надеемся, что уже в апреле сможем этот доклад презентовать российской публике То есть вы уже так быстро рассчитываете, что в апреле будет что показывать? Мы работаем над докладом не первый день Практически сразу после гибели Немцова мы перехватили эту работу Он и сам успел кое-что сделать, сформулировать содержание, найти некоторые источники И надеясь, что да, как в апреле мы публикуем А дадут презентовать доклад? Потому что я помню, когда Борис печатал некоторые свои предыдущие доклады То ему приходилось это делать где-то за границей Или искать специальные типографии Далеко не все были готовы эти доклады печатать И по-моему, даже когда печатали за границей, то перехватывали автомобили, которые везли эти тиражи Систематически происходит Вот буквально недавно, в декабре, у нас был митинг Мы готовили митинг, у нас просто сожгли склад с листовками Поэтому мы к этому готовы и такие риски оцениваем Мы примерно понимаем, какое будет давление, связанное с публикацией этого доклада Но у нас есть уже какой-то опыт Поэтому я уверен, что мы сможем донести этот доклад до российской аудитории Ну а скажите, пожалуйста, вот сразу после убийства прозвучала версия о том, что работа Немцова над этим докладом могла быть одной из причин, почему его решили физически ликвидировать Это одна из версий, она имеет право на существование, безусловно, есть ряд других версий Но мне сложно судить о конкретном поводе, почему в Немцова стреляли Я могу быть уверенным только в том, что это заказное политическое убийство Немцова убили, несомненно, за его оппозиционную деятельность, за его критику в адрес российского руководства Немцов был человеком очень содержательным и умел критиковать не просто на уровне лозунгов Немцов действительно умел разоблачать жуликов в окружении Путина Немцов умел снимать высокопоставленных коррумпированных чиновников Немцов сыграл очень большую роль в отставке бывшего московского мэра Лужкова Он распространил огромным тиражом доклад о коррупции в московских коридорах власти Во многом это стало основанием для выражения недоверия Лужкову, в конце концов Он снял, по его требованию был уволен вице-губернатор Ярославской области, где он работал депутатом последние полтора года И его критика была, конечно, очень болезненна для российских властей, включая лично Владимира Путина Немцов разоблачал шикарную жизнь Владимира Путина Последний его доклад назывался «Жизнь раба на галерах» И был посвящен дачам, дворцам, самолетам и прочим атрибутам шикарной жизни Но я думаю, что украинцам об этом рассказывать не надо Все знают, какие атрибуты шикарной жизни были обнаружены в резиденцию Януковича после его бегства из страны Ну вот Владимир Путин живет ничуть не менее шикарно Я думаю, даже покруче Уверен в этом Ну хорошо Я действительно, тот доклад был очень резонансным и громким А проанноцируйте, пожалуйста, этот доклад Насколько резонансным будет, насколько мощна доказательная база На все ли вопросы будут даны ответы Мы прекрасно понимаем, под какой лупой будут разглядывать этот доклад Поэтому стараемся внимательно и тщательно проверять все факты, которые собираемся публиковать Конечно, есть некая резонансная информация, которую бы нам очень хотелось опубликовать Потому что мы понимаем, какой она вызовет эффект Но если мы не находим подтверждений из нескольких источников, мы откладываем эту информацию в сторону Вы должны понимать, что мы не готовим обвинительное заключение в ГАГском трибунале У нас нет задачи собрать максимум всей информации о преступлениях на Донбассе Наша задача проинформировать российское общество Дать людям альтернативный источник информации о том, что происходит Раскрыть людям правду и опровергнуть ложь Путина В этом и есть наше понимание патриотизма Сделать все для того, чтобы люди знали правду о действиях российских войск на Донбассе О действиях российских наемников на Донбассе И самое главное, о роли Путина во всех этих процессах А вы не боитесь завышенных ожиданий? Вот, например, здесь в Украине бытует мнение о том, что речь идет о тысячах Даже о десятках тысяч российских солдат, которые участвовали в боевых действиях Под видом опускников, под видом добровольцев, без знаков различия С помощью всяческих ухищрений А вдруг ваш доклад подтвердит только участие нескольких сот И все скажут, ну вот, опять Мы-то надеялись Ну, опять же, давайте я расставлю сразу точки над «и» У нас нет задачи, во-первых, поразить кого-то цифрами Во-вторых, у нас нет задачи оценить полную картину Сколько погибло там российских военнослужащих Сколько погибло наемников Наша задача публиковать только те факты Которые мы сможем объективно, аргументированно доказать Если мы сможем говорить о нескольких сотнях убитых солдат Мы будем говорить о нескольких сотнях убитых солдат Мы будем говорить только о тех цифрах, за которые мы сможем отвечать Пусть лучше это будут заниженные цифры И пусть нас будут за это критиковать. Но мы должны быть уверены. У Борислава Березова к вам есть вопрос. Народный депутат Борислав Березов. Независимый. Илья, из той доказательной базы, которая у вас есть, есть у вас подтверждение, что российские войска участвуют в конфликте? Да, это не вызывает никаких сомнений. Но это очевидно вам, это очевидно мне. Вот в России это не очевидно. Вот для этого я надеюсь, что ваш доклад дойдет все-таки до обычных россиян. Мы сделаем все возможное для этого. У нас не такие широкие возможности для коммуникации с гражданами, потому что у нас нет независимого телевидения. У нас очень ограниченные возможности для работы средств массовой информации. Поэтому мы просто пойдем на улицы, соберем волонтеров, подготовим их и будем разговаривать с людьми. Будем раздавать этот доклад во дворах у станции Московского и Петербургского метро. Будем приходить в поликлиники и разговаривать со всеми людьми, которые готовы нас слушать. Ну что ж, спасибо, Илья. Дай Бог, что вам получилось. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну а теперь о делах наших, спорбных, давайте поговорим. Я имею в виду вот те горячие словесные баталии, которые на минувшей неделе развернулись в Верховной Раде и за ее пределами. В связи с теми обвинениями, которые выдвинул в адрес правительство уже бывший теперь глава Госфин инспекции Николай Гордиенко, встречными обвинениями, которые ему попытались предъявить. И, кроме того, пока безуспешной попыткой создать временную следственную комиссию. Вот у меня один вопрос есть. Я думаю, что не только меня, но и многих телезрителей интересует. А вот почему так все возбудились? Почему вдруг такие страсти стали вокруг этого гореть? Ведь Гордиенко не вчера и не позавчера, он достаточно давно выступил с этими обвинениями, дискуссия вокруг них идет. Да и за год не первый раз говорили о коррупции. Ну да, вот почему вдруг такой взрыв эмоций? Пожалуйста, Дмитрий. Добрый вечер всем. В общем, сегодня у нас страстная пятница. Я сподіваюсь, что у нас будет более спокойный эфир, особенно на эту тему. Потому что и подеи в парламенте достаточно эмоциональные. И на всех эфирах показывают, что это имеет очень высокий радость. Вы знаете, я хорошо прислевлюю про то, что лучший защит – это напад. Самое это и произошло. Сейчас, как мы видели, как урядовая фракция в полном складе решила защищать, и это природный, как премьер-министра, лидер, который есть в этой партии, выбрала, соответственно, на контрзвинувачениях. Поэтому тут важно ставить правильные акценти. Створение тимчасовой комиссии – это обеспечение прозорости и контроля над расследованием. Я неодноразово поясню и поясню еще раз чему. Потому что у нас за рік не посажено жодного корупционера. На мое запитание до людей, которые за это отвечают, чтобы они мне ответили, что у нас уже отсутствует корупция, что у нас не работает правоохранная система. Потому что у нас нет главного, у нас нет результатов. У нас уже были гучные заявы министров. Загадаем министра охраны здоровья Месіяша попереднего уряда Олега, снова уряда Арсенія Петровича. Шеремети, народного депутата Скосара, который прошел по квоте фронта изменений, сказал, что он дав хабаря в 6 миллионов долларов. Он это сказал пресс-селюдно в статусе пребывающего народного депутата. Правоохранные органы даже не зацикавилися природой этих звенувачений в корупции. И мы имеем черговое, с цифрами подтверждения, Держгин-инспекция, которая опирует исключительно бухгалтерскими документами. Это не можно придумать. Воно або написано и есть, и зафиксовано, або его нет. Поэтому нам и нужно, бачу, пані Севастянов, у нас неодноразово были диалоги. Вы знаете, вчера я довелся на простом примере, почему не работает Генеральная прокуратура. Принаймні, на разе. Вот вчера я заявил про то, что перший заступник министра охорони здоровья, мы это заявили в прямом эфире, пані Павленко, три месяца грубо порушила закон про засади запобегания и протидії корупции. Так, потому что 24 грудня я призначила на цю посаду, и лишь 6 березня, вона припинила приватную деятельность, адвокатскую деятельность и все решта. Хоча закон на это дает 10 дней. Я запитал вас, если вы собираетесь реагировать. Пройшла доба, рівно. Мені цікаво, как вы, человек, который отвечает, насколько я знаю, в том числе, за протидії и запобегание корупции в середине уряду, вот как вы, как первый заступник министра юстиции, за добу, вы реагировали вчера на поведомления народного депутата, щодо злочину. Вот, если вы сейчас говорите результативно, то я поверю в то, что, возможно, ТСК не нужна. Я могу ответить за вас. Вы не реагировали никак. Давайте Наталю, может, дадим. Наталя Севастяна, первая замминистра юстиции Украины. Дуже дякую за возможность выступить, навіть у такий трагічний день, як сьогодні, перед святами. Але все ж таки треба говорити і треба розъяснювати ситуацию і праву позицію того, що відбувається. Спочатку по хронології з приводу заяв Гордієнка всі намагаються відобразити, що це нібито реакція уряду, як зустрічні звинувачення до пана Гордієнка. Хочу просто нагадати хронологію подій. Коли даний чиновник, не працювавши і року, не ефективно виконуючи свої обов'язки, не виконавши майже третину доручень уряду, не виконавши 70% операційного аудиту підприємства, який він повинен був перевірити, був відсторонений від займаної посади. 4 березня пройшло два тижні, і після цього вже він виходить з обвинуваченнями уряду, який його відсторонив. Протягом цього часу відбувалося службове розслідування, і уряд оприлюднив результати цього розслідування. Тому про яку помсту або зустрічні звинувачення тут можна говорити. Стосовно ваших вчорашніх коментарів на іншому ток-шоу, ми вимушені зустрічатися тепер частіше, тому що дана тематика постійно на вустах. Хоч наголосити на тому і нагадати, що пані Павленко є заступником міністра Квіташвілі. І нагадати, що уряд у нас коаліційний, і від якої фракції даний міністр виступає, і хто призначає своїх заступників і повинен реагувати на дані факти. Фракція має реагувати на це. І правоохоронні органи, і сам міністр в першу чергу. Зі свобого боку я підкреслюю, що в даному випадку, якщо були такі факти дійсно, я про них знаю лише з інтернету, як і ви. Чи правда, чи не правда, повинні розібратися правоохоронні органи і встановити. Але якщо це є, дійсно треба відсторонювати від займаної посади. Тобто зробили ми зробили, я правильно зрозумів, ви як перший заступник міністра юстиції, а Міністерство юстиції в нас відповідає за забезпечення закону. Я наголошую, це дуже важливо. Протягом доби ви особисто, як одна з перших осіб держави, яка відповідає за забезпечення закону, нічого не зробили вчора на повідомлення про злочину. Протягом доби. Пане Добро Дома, ви як народний депутат, не відрагувавши на це, використовується це лише як аргумент на політичних ток-шоу. Міністерство юстиції забезпечує законодавче забезпечення країни, готує закони, а вже реалізацію їх контролюють правоохоронні органи. Тому якщо у вас є такі факти, яких немає у мене, подайте їх до правоохоронних органів і отримайте результат. А як відрагував кабінет міністрів на це? Дим, дивіться, паузу, я прошу, пожалуйста. Одну полонку, я провожу, вчора в ефірі, в ефірі, тоже одного ток-шоу, прозвучало обвинення господина Симоненко о том, що він на каналі «Россія-24» фактически призывал к изменению территоріальної цілісності України. Я взяв на себе обязательство сегодня пойти в Службу безпеки України, обратиться лично к Наливайченко і подняти этот вопрос, виведення його в определенное уголовное дело. Придясь сегодня в Службу безпеки, я узнал, що Служба безпеки не ждет, пока народний депутат України к ней придет. Более того, следственні действия по цьому факту вже ведуться. І следователь вже не просто подшил запрос к делу, а вже проводит опроси свидетеля і експертизу. І господина Симоненко тепер будуть вызвати не по старым делам, а по новому уголовному делу, с отягчаючими событиями, а самое главное, що не моїми усилиями, а усилиями Служби безпеки України. Мені сказали, що їм дуже приємно, що я привожу увагу до того, що я увагу до того, що я увагу до цього випадку. Борислав, я не кажу, що це їх робота, і Служба безпеки займається цією роботою. Неужели Міністерство юстиції должно займатися тільки з-под палки, коли депутати обращаються, т.е. само, а оно не хоче цим займатися, або це займатися тим, що відправляє своїх замістителів поток шоу, которые цілий день готовятся к ток шоу, поэтому им некогда займатися своєю служебною повністями. Вполне возможно, господаря Сасяну, я не спорю. Но, может быть, все же тогда вы скажете, когда вы займетесь прямо сейчас для всех этим вопросом. Пане Бориславе, хочу вам нагадати, і всім присутнім, можливо, ви, як не юрист, не бачили положення про Міністерство юстиції, ми не є правоохоронним органом, ми не можемо розслідувати факти, встановлювати факти. А, як вам відомо, з приводу пані Павленко, дані матеріали вже знаходяться в правоохоронних органах і в Генеральній прокуратурі. Тому, я думаю, ці питання вам треба поставити Генеральному прокурору, пану Шокіну, якого ви також голосували за нього і підтримували. Я не могу понять от него, а почему бездействують прокуратура? Нет, нет, смотри, секундочку, секундочку. Зараз є ключова фраза, они не могут вести розслідування. А тепер самое главное вопрос. Хоча пан Гордієнко займає точно таку саму посаду по рівності, як і пані Павленко. До чого я це все веду? Давайте, ну, я думаю, всім вже все стало зрозуміло. Питання в тому, чи ми наполягали на створенні тимчасової комісії, виходячи з тих фактів в тому, що правоохоронні органи нас не показали жодного результату. Вчора була оприлюднена жахлива цифра, що всього-навсього протягом 2014 року в бюджет країни щодо антикорупційних діяльностей було повернуто, вдумайтесь, 5 тисяч 45 гривень. Це все, що змогли зробити правоохоронні органи щодо виявлення корупції і повернення відповідно корупційних коштів. Це означає повний нуль. Тепер питання щодо тимчасової комісії. Після відомого блокування прибуни і всіх решта подій, спікер парламенту Гройсман запропонував двом комітетам, нашому, антикорупційному парламентському і правоохоронному, зібратися на спільне засідання, разом з паном Гордієнком, представляла пані Севастіянова, був заступник генерального прокурора, на спільне засідання, щоби визначитися, які подальші дії і рекомендувати парламенту щодо подальших дій. Ці комітети зібралися, вони були емоційні і бурхливі, але антикорупційний комітет 11 голосами проголосував за те, щоб створена була тимчасова комісія, а правоохоронний 5 голосами проголосував за те, щоб була робоча група, яка буде виконувати функції тимчасової комісії на основі цих двох комітетів. Ну, складається з їхніх членів. Чому раптом, п'ятницю, до речі, я не в четверх, як пообіцяв спікер, а в п'ятницю ви знаєте, скільки депутатів ходить на роботу, було поставлено голосування виключно по першому питанню робочої групи, і не було поставлено голосування по питанню тимчасової комісії. Зріті, тільки кратко хтось, об'ясніте, чим робоча група хуже слідственні комісії. Я думаю, тут Народному фронту якраз треба поясню. Я просто хотел вас спросить, как представитель Народного фронту, Андрей. Действительно, пожалуйста, многие об этом и говорят, сейчас и пишут, а почему Народный фронт так сопротивлялся созданию Временной следственной комісії? Это же в ваших интересах. Это ваша партия, которая шла под лозунгом Ясунюка в премьерах. Вы неделю назад нас уверяли, что проблем нет абсолютно никаких. Вы не скрываете того, что вы поддерживаете его во главе правительства. Это же в ваших интересах, казалось бы, чтобы быстрее разобраться, поставить точку. Либо его реабилитировать политически, либо будут какие-то неутешительные выводы. Вы знаете, вы очень правильно сейчас вопросы поставили. И начиная с самого первого, в чем возник резонанс такой уваги до тех высловлений, которые высловил пан Гордієнко. Первое. Резонанс поляга в том, что эти высловления абсолютно брехливыми, такими, что не отвечают тем документам. Я вас очень прошу. Я же вас не перебиваю корректно. Давайте сегодня в пятницу вести себя. Те высловления не отвечают абсолютно документам. Что подтверждается, что сначала пар Гордієнко заявляет 7,5 миллиардов в уряде Яценюка. Потом эта сумма уменьшается в десятки, сотни разов и заявляет, что это уже набагато меньше сумма. Но не сотни. Набагато меньше сумма. Другое. Другое. Дуже правильно задано вам вопрос. Кто сказал тут, что Народный фронт чему-то створил какие-то перешкоды для того, чтобы створить какую-то комиссию? Кто это сказал? Не было такого. Увесторок, когда произошел этот церковый номер в Верховной Раде, когда произошло важное голосование, а Кубка народных депутатов кричала ТСК, не понимая абсолютно, что они хотят от этого добиться, Народный фронт голосовал и выполнял свой конституционный обязатель. Больше того, когда спикер парламенту Гройсман дав указанку провести рабочее заседание двух парламентских комитетов и визначитися, так что же делать с этой информацией, все было проведено публительно, все было под камерами разных каналов и с участью всех представителей. Далее, происходит абсолютно правильные вещи. И Народный фронт сегодня поддерживал полностью эти вещи. Мы створили рабочую группу, а именно рабочую группу профессионалов. И, как правильно заявил інший ведущий, чим відредняется ця тимчасовая слідчая комиссия от рабочей группы? Да тем, что в рабочей группе работают профессионалы из двух комитетов, а не публичные услуги, кто обозглавляет эти два комитета. Один из Батьківщины, інший из самопомощи. Будь ласка, эти комитеты, есть комитеты Верховной Ради. Дозвольте, я помню, в чьому разница? Я вас очень прошу, давайте не перебиваться. У нас сегодня нормальный день, мы должны вести себя корректно. И давайте я договорю, дізьмите слово, и я вас... Поэтому сейчас как раз разница в том, что будут эти расследования проводить профессионалы, а не публицисты. Мы не топили. Перше, когда коллега из Народного фронта говорит, что Народный фронт не перескоджал створение тимчасовой слідчей комиссии, я нагадаю, шановному коллеге, не вихторок, а середу, коли вся фракція Народного фронта на челі з паном Грашенко на трибуні вийшла і чітко заявила, що всі, хто вимагає створення тимчасової слідчої комиссии, це агенти Кремля. Можна взяти стенограму сесійного заседання. Це по-перше. По-друге, ви сказали про те, що фракція Народного фронту дійсно захищає премьера, і це, я згоден, це природне. Але чому інші фракції? Тому що математично, якщо навіть фракція Народного фронту не підтримувала це рішення, а інші фракції коаліції, позафракційні депутати і опозиційний блок, я впевнений, підтримали б це рішення. Чому це питання не поставив на голосування спікер? І розповідати в Страстну П'ятницю, як ви кажете, не перебиваючи друг друга, одне-одного, чим відрізняється тимчасова слідча комісія від робочої групи, і як робоча група, вона краще за слідчу комісію, я думаю, що наших громадян це не цікавить. Наших громадян цікавить, щоб в нашій державі не було корупції. Народний фронт ложился ко сім. Докажіть, що, пожалуй, він ложился ко сім. Я хочу сказати, во-первых, начнем, що... Чтоб це не виглядало, як... Виглядно, конечно, начнем, що пубка народних депутатів Состоїла із вне фракціонних, БПП, Батьківщина. І, саме головне, що вне завісності від того, скільки людей стояло, за цих людей голосували избиратели України. Тому ваше відношення презрительне к тем людям, які не вошли в вашу фракцію, говорить о том, що все-таки, знаєте, не повторяйте ошибки партии регіонів. Я помню, як Чечетов теж розказував, що він розвіл всіх, як котят. Где щас партия регіонів і де Чечетов? Не треба сказати, що... Тем більше. А тепер саме головне. Я хочу вам розказати о том, що відходило на встрече двух комітетів, на засідання двух комітетів. Були крики, вопли, швыряние бутылок, заявлення о том, що не трогайте Майдан, не от мої мене Майдана, ми не позволимо. Да никого не інтересує, позволите ви или не позволите. Народ України разделився на тех, хто хоче знати, прем'єр коррупціонер или не коррупціонер. Все. Так этот ответ должен быть в ваших же інтересах. Более того, я хочу вам сказати, що то, що відходило тоді, напомінало клоунаду. І журналисты, які сиділи, говорили, що ми не розуміємо, тому, що представники Народного фронту дійсно так косьми лажатся, щоб не було цієї комісії, цієї ТСК. Цього ніхто не може понять. Более того, я хочу сказати, що я, наприклад, хочу понять, врет или говорить правду господин Гордиенко. А коли один із представників... Ви не один в цьому смысле. Нет, я хочу этого знать. Я хочу сказати вам ще речь. В среду заседає комітет, профільний комітет по противодействию коррупції. І цей комітет буде делегувати 7 чоловік от нашого комітета в цю рабочую групу. 7 чоловік от правоохранительного комітета делегирует господин Кожемякин. І після цього, я надеюсь, що дуже швидко і інтенсивно ми приступимо к своїм об'язанностям. І, наконец-то, общество получить ответ. Прав прем'єр или прав господин Гордиенко. Але почему ви так довго саботували, ви ходили, розказували, що ми агенти Кремля, ще що-то. Ми не агенти Кремля. Ми хочемо понять, коли в країні буде розраховувати істину, і коли, наконец-то, верховенство права. Тому що, коли прем'єра так часто обвіняють в коррупції, а він молчит? Часто, що ви маєте на увазі? Часто. Що ви маєте на увазі? Хоча б один раз. Коли одна людина, яка з усім не підтвердженими даними... А Мусі, який взяв гроші і легалізував фактично наркотичний заклад. Можливо, який дал деньги прем'єру. Часто, хороше. Одну секунду, попрошу секунду внимання. Я обращаюсь ко всім з большой просьбою. Тут такий спотов. Тут все хотят высказаться. Ты политичний спотовщик. Так вот, при всім цьому, я могу сказати... Просто не вважається, щоб кожен привозив длинний спич. І саме главний фінал. Комісія, которую ми могли создати, вже б работала. Та рабочая група, которая сейчас буде создана, она даст ответ самому головному обществу. Возможна ли наказати высокопоставленного коррупціонера? Или же, будет ли наказан человек, который клевечет? І це главний ответ, который получит наше общество. Вот давайте посмотрим, кстати, на ожидание общества. Мы задали вопрос нашим зрителям на сайте подробностей, чем закончится скандал. И вот, смотрите, абсолютное большинство выбрали вариант «до лета забудут». То есть, существует очень сильный скепсис в обществе в то, что... Не веря в то, что такие расследования... Неважно, кто ими занимается... Ломать надо это... Это надо ломать. Это вам надо ломать. Ломать нужно показательными примерами. Очень давно и настоятельно просит задний скамеечник, господин у нас сегодня задний скамеечник, Юрий Деревянко. Коротко, пожалуйста. Вы знаете, что вот то, что люди оценивают, что до лета забудут, этот скепсис, он, на превеликий жаль, сегодня начал реализовываться. Я хочу сказать, что вчера, позавчера на заседании комитета, членом которого я есть, заступник генерального прокурора подтвердил, что больше, чем 865 миллионов гривен, он подтвердит, что эти звинувачения имеют место. Это первое. Другое. На рахунок скепсиса, сегодня... И 12 уголовных дел возбуждено. Да, а мы сейчас говорим про сумму, это близко миллиарда гривен, и Генеральная прокуратура подтвердит, что имеет место такие факты. Следующее. Сегодня произошел этот скепсис, и мы движемся в направлении этого скепсиса. Почему? Потому что вместо того, чтобы поставить постанову про ТСК, как это требует Конституция, 89-я стаття, где четко написано, что в разе, если есть большой социальный интерес к таких событий, то происходит ухваление решения про призначение ТСК. И это делает Верховная Рада. Мало того, регламент говорит, что ТСК обязанно расследовать такие дела и четко визначает режим работы. Что такое рабочая группа? Это ничего. Это клуб по интересам. Рабочая группа может создать только, исключительно на уровне комитетов, беззаконодавчая, законотворчая деятельность. Мысль понятна. Потому что, когда мы говорим, что сегодня нет, сегодня нет сговора между коалицией и урядом, чтобы это все злит. Вы хотите, что историю пытаются заболтать? Абсолютно. Представителям фракции Батьковщины и представителям партии Свобода. Вот как же вы, уважаемые, дошли до жизни такой, что участвуете, если верить, выступавшему Антону Герасченко, представителю Народного фронта, участвуете в антиправительственном заговоре по заданию Москвы? Я даже не буду комментировать эти бредовые заявления. Но, тем не менее, это же прозвучало, и это обсуждается. Давайте разделять котлеты от мух. Прежде чем обсуждать тему передачи, я хотел бы прокомментировать... Мы посидели на котлетах. Я вам конкретный вопрос задал. Я хотел бы прокомментировать цифру в 10% того, что калитка распадется. Вы видите, что всего лишь 10% людей говорят о том, что калитка распадется. И я горжусь тем, что мы сейчас сидим здесь с чувством выполненного долга. За ту неделю в парламенте, которую мы провели, мы приняли очень много действительно важных законов. И я горжусь тем, что фракция Батькевчина является частью этой калитки. И мы работаем. То есть парламент, наконец, начал работать. Их процентов у вас гордости поубавится. Второй вопрос, касаемо того, что вы сказали. Я рад, что после того, как господин Гордиенко вышел со своим докладом, мы разберемся, парламент разберется, правда это или нет. Начались процессы антикоррупцов. Перестала имитироваться борьба с коррупцией. Действительно, начались какие-то посадки на телевидение, там, с камерами в правительство приходят. Милиционеры начались... По крайней мере, это движение началось. Я рад, что после того, как Юлия Владимировна вышла и рассказала про несправедливые тарифы... Вы мне зубы заговариваете. Вы мне расскажите, в каких отношениях вы с Владимиром Владимировичем находитесь. И почему по его заданию разваливаете калитку. Я в отношениях борьбы с Владимиром Владимировичем еще со времен, уже идет год, как я борюсь с российской агрессией на Донбассе, поэтому обвинять меня в том, что я являюсь рукой Москвы, и что я саботирую, это является неправимым. После таких обвинений ваши встречные действия, как тогда? Я подошел к Антону Гераченко, он сказал, нет, ты не рука Москвы. А, понятно. А Николай Лешенко что-то скажет по этому поводу. Спасибо. Пане ведущим, почему можно после... Юрий Ильич, да. Вы запитали конкретное питание, я даю конкретную ответственность. Да, будьте любезны. Рукою Москвы есть те люди, которые в условиях войны прикрывают, и, как было сказано, кисьми лягают, чтобы прикрить тотальную коррупцию и раскрадание сниковленности государства. Это есть рука Москвы, потому что такие их действия помогают как раз Кремлю в его борьбе с Украиной, в его намаганиях загарбать Украину. И когда-то было несколько раз сказано, что нет конкретных фактов, можно по-разному ставить с Доградієнка, можно по-разному ставить с Доградієнка, можно по-разному ставить с Доградієнка, а лишь, перепрошую, это не имеет фактов. Есть конкретные факты, я их назову. Первый факт. Укртелеком, мова идет о том, что есть конкретная коммунальная справа, по которой затримали Колобова, и есть доказательный факт, что был незаконно приватизированный Укртелеком, что не выполнены правозатизированные обязательства. И есть возможность повернуть сегодня стратегическое предприятие в государственную власть. Почему это не делается? Никакая действия не сделана в этом направлении. Когда я записал пану Севастяну, а что вы сделали с этого привода на заседании двоих комиссий? Она не дала ответ. Может она сейчас дает ответ. Но в тот раз она не дала. А у меня как раз есть вопрос, спросите Юрию. Ирина, я вас прошу все-таки, так? По-перше, как я уже сказал... Мы же не заканчиваем через три минуты. По-друге, было сказано про то, что все эти справы стосуются минулих урядов. Но, чекайте. По-перше, было заявлено по 3,5 млрд цего уряда. А по-друге, что люди тоже из народного фонда покрывают, было заявлено про то, что Асен Петрович не только сам сейчас занимается раскладанием и его соратники, а было заявлено про то, что они прикрывают раскладание Азарова. Потому что было подано... Было подано до суду... Было подано до суду... Не используют принцип сам дурак, а? По-друге, было подано до суду акт щодо раскладания Азарова. А тодичний министр финансов Шлапак, а сегодняшний радник Яценюка, подав позор до суду, чтобы скасовать этот акт. Агентки нет? Понимаете? И вот это, власне кажучи, есть конкретные факты, на которые нужно почувствовать ответы. И поэтому была нужна ТСК. И когда тут рассказывают, что ТСК это не профессионалы, а в рабочей группе профессионалы, то это просто маячня. Потому что будем четвертые, если мы поинализируем склад комитетов, вы увидите, что большинство людей не юристов в этих комитетах. А ТСК, это нужно для того, чтобы через публичность не заболакать всю нему, чтобы она не заховалась. Ваша мысль понятна уже. Ваша мысль понятна. Ваша мысль понятна. Я разумею вашу думку. Дякую вам. У меня к вам, Наталья, вопрос. Вот вы, опять-таки, может быть журналисты вас неправильно цитируют, но если верить средствам массовой информации, вы говорили, что вот все, что говорит Гордиенко, это клевета. И что он не самостоятельный субъект, а объект в руках отдельных сил, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране. А вот вы могли бы чуть конкретнее, что это за силы, которые хотят руками Гордиенко дестабилизировать ситуацию в стране? Я хочу, по-перше, зазначити, мы сказали про то, что это наклеп, и я думаю, что все, кто принимал участие и в этих двух заседаниях комитета, на которые пришли все эти керевники государственных предприятий, которые вспоминали, но почему-то не было запитаний народных депутатов до них, потому что, может быть, нет конкретных фактажей, чего спросить. Это все лишь абстрактные слова. После этого хочу зазначити, что все уже понимали, и пан Гордієнко уже не раз твердил, что теза Яценюк прав 7,5 миллиардов – брехня, потому что Яценюк не фигурует в жодном документе. Но это результат этого расследования. Пан Гордієнко уже это сказал, что это не отвечает действительности. Вы послушайте его заяву, которую он сказал, что уряд Яценюка вкрав. Послушайте. посмотрите в видео, пожалуйста, его свернение, когда он первый раз вышел с досточками, с тримлячными руками, читать то, что было написано. В результате мы видим. Спасибо, Борислава. И все замечательно, кроме одного нюанса. Пожалуйста, только не перебивайте, господин Арцингер. Пане Бориславовне, у нас же все неприятность астрасная, но у нас же вы перебываете. Я вас прошу, мы сняли тут корректно. Пожалуйста, господин Арцингер. Давайте не прикрываться опять, если страшно. Пожалуйста. Кто такой господин Арцингер? Это для меня загадка. Я такая юридичная фирма, в месте КРВЛ. То есть вы не знаете. Хочу вам сообщить, что господин Арцингер возглавляет сейчас исполнительную службу в министерстве... Знаете, в каком? Да, да, да. В том самом министерстве юстиции, где вы работаете первым замом у министра. И теперь самая интересная ситуация, что все люди, которые работают с исполнительной службой, теперь знают, если надо что-то решить, то надо отправляться в юридическую службу Арцингера. Я хочу закончить. А я по факту расскажу. Если вы так говорите, дайте папир, где написано, что нужно идти через антелефон ДВ. Вот все. Давайте, потом будем разговаривать. Они ничего не говорят. Народный фронт засмущен. Я говорю по-другому. Факты, без вопросов. Во время обыска у господина Бланка во время обыска у господина Бланка было обнаружено... Я заканчиваю. Во время обыска у господина Бланка были обнаружены деньги, наркотики, и... Пожалуйста, посадите за грати господина Бланка. Я по-прежнему под руководством заслужу. А если есть... А если есть... Арцингер, это извинение на адресу Министерства юстиции. Я очень благодарю, панове. В Министерстве юстиции новая кадровая политика. Например, реестрационную службу на разе в чоли колишний юрист прайс Вутергаус Куперс. Так, колишний партнер юридической фирмы Арцингер согласился В Министерстве В Министерстве В Министерстве В Министерстве В Министерстве В Министерстве здійснюють, окрім законодавчої функції, маючи наглядову функцію. І ця наглядова функція якраз може бути реалізована через те рішення, яке приймав Антикорупційний комітет Верховної Ради, очільником якого є, власне, наш заступник голови нашої фракції Єгор Соболєв. Рішення було про створення ТСК. Відповідно, давайте тоді поводити себе, якщо ми хочемо дійсно жити в правій державі, давайте і поводити себе так само. Давайте дочекаємося висновків ТСК, створимо ТСК, створимо, дочекаємося висновків. Будемо здійснювати як депутати всіма силами депутатський свій контроль за тим, щоб справа не заговорилася. Але не обвинувачувати зараз нікого, тому що, мабуть, це має все-таки правоохоронна функція, правоохоронні органи мають на себе цю функцію взяти. Дочекаємося, якщо дійсно є підстави, то, відповідно, зробимо так, щоб ніхто не заговорив, і щоб всі матеріали справи були передані в суд. Щоб коли запрацюють... В США слідственні комісії, які створються в Конгресі США мають колосальне власть і вліяние. Вспомнімо Утергейське діло, наприклад. Нам треба створити спочатку ТСК, але давайте не перебирати, будь ласка, на себе функції інших органів. Ми вже хочемо жити в правовій державі. Давайте не звинувачувати. Я нагадую, хто визнається, яку особу визнається винним. Особа, щодо якої винестен вироб в суду. Презумція не винна. 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 Просить слово ще один гость, Оксана Мельничук. Я хочу напомнить, в прошлый раз, когда вы были там несколько недель назад, вы говорили о том, что конфликт, на ваш взгляд, конфликт между пророссийскими сепаратистами на Востоке и остальной Украины, в некотором смысле конфликт цивилизационный. А как вот этот вам конфликт? Оксана, только встаньте, пожалуйста. Продолжением этого цивилизационного конфликта. Ну, я как раз вот по этому поводу и хотела сказать, я буду говорить по-русски, из уважения к нашим московским коллегам, чтобы они лучше понимали. Я понимаю, что вы понимаете украинский. Дело в том, что вот анализируя вообще политическую ситуацию в стране, особенно очень тщательно наблюдая за парламентом, я, конечно, вынуждена констатировать очень низкий, скажем так, уровень образованности политической наших новых политиков, потому что чем отличаются демократии западные, европейские, от демократии постсоветских? В западных демократиях присутствует такая вещь очень важная, как публичная политика. То есть политика должна быть публичной. И поэтому все эти разговоры, создавать комитет, не создавать комитет, это просто смешно. Если есть резонансные претензии к правительству, комитет должен быть создан. Потому что что является основной функцией публичной политики? Это аналитика ситуации и широкое гражданское обсуждение. И если этого нет, то значит, извините, у вас не европейская демократия, а типичное постсоветское общество. И Народный фронт просто во главе этого постсоветского политикума, который просто нужно потихоньку переучивать. А если он не способен учиться европейской демократии, то тогда он должен оставить политическую арену. Вот и все. Спасибо. Браво, Сергей Гайдович. И вот Россия, Сергей. Браво. Я вообще думаю, что фундаментом, на самом деле, этого конфликта является... Одну минутку. Микрофон возьмите, пожалуйста. Микрофон вам нужен. Вот сбоку, да. Я думаю, что фундаментом этого конфликта даже не является, скажем, какой-то цивилизационный... Вы спрашивали, цивилизационный или конфликт. Он является... Он в самой природе украинской политики. Дело в том, что партии и партийные силы у нас не создаются вокруг идеи. Это клубы. Людей по интересам. И даже когда они собираются в единую коалицию... Ну, загадите, пожалуйста. Ну, загадите, пожалуйста. Ну, я должен признать, что партия Свободная, она единственная партия, хотя я не являюсь ее сторонником, в основе которой есть идея. Но там другие у нее проблемы. Я не об этом. Но партия идейная. Ну, может быть, единственный пример из всех. Из местной программы, в том числе идеологичной. Да. Другое дело, какая-то идея. Не обсуждается сейчас. Да. Так вот, когда вас приводят в политику не идеи, а корпоративные интересы, то у разных групп разные партийные интересы. И вместо того, чтобы сплачиваться вокруг идеи... А сегодня в Украине есть всего несколько идей. Их всего две. Победить агрессора и изменить сложившуюся политическую систему. То вместо осуществления этих идей мы видим борьбу корпоративных интересов. То есть, подмена целеуказаний, собственно говоря. А здесь, возможно, любое шоу. Обвинения в коррупции. Демонстрация борьбы с коррупционерами. Взаимные обвинения. Обвинения от того, что вот... Скажем так, мне сегодня в Фейсбуке прислали перевод моей статьи в новом времени, да? Где я написал четыре базовые проблемы украинцев в информационной войне. Первая проблема названа. Всех, кто критикует власть, называют агентами Путина. Это, ну, неверно. И мы увидели... Но я всегда говорю, извините, конспирология у нас здесь важнейшая из наук. Я вот согласен с представителем партии Свободы, что как раз агентами Путина являются те, кто, а, не осуществляет реформ, не борется с коррупцией, и в ответ на обвинение, да, сообщает, что это агенты Кремля. Я прошу прощения. И, наверное, самое главное. Меня опередил наш режиссер. Действительно, программа не кончается. Мы сейчас прервемся и продолжим в следующем части. Спасибо. Еще раз спасибо за аплодисменты. Мы переходим к следующей части программы «Черное зеркало». Перед перерывом Борислав Береза хотел среагировать на то, что говорил Сергей Гайдай. Я считаю, что Сергей Гайдай как-то совершенно случайно отдал мне пас. Он сказал, что происходит борьба политических сил в парламенте. Та борьба, которая вокруг власти. И так сложилось, что мои коллеги мне подтвердят, что мы до начала программы сидели здесь и обсуждали, что оппозиционному блоку не надо ничего делать. Более того, они даже не должны заниматься предвыборной деятельностью. Потому что без ничего не деланием, не проводя реформы, а теми действиями, которыми есть сейчас, а это реставрация старой системы, правительство Яценюка помогает реваншизму оппозиционного блока. И самое страшное, что представитель оппозиционного блока сказал, что ну, в общем, да. И вот это меня пугает. Я ничего не говорил. Но вот только что, при свидетелях было, Алексей, свидетель, было? Какие свидетели? Даже Наталья. Вот видите. Кстати, это еще одна причина. Вот только что вы все увидели, как оппозиционный блок отказывается от своих слов. Господа, помните, то, что они обещают, они делать не будут. Понятно. Ну что, ну, Николай Скорик, реваншист вы наш, дорогой. Вам приветствую ответить. Вы знаете, я рискую на себе навлекти агрессию всей аудитории. Но меня очень интересна другая тема нашей сегодняшней программы, стосовно закону, что до символов. Вот мне кажется, что... Про этот закон мы обещали поговорить. Не забегайте вперед, пожалуйста. Я скажу про это. Вот вы знаете, принятие этого закону на этом неделе, вместо принятия решения про тимчасовую следую комиссию, это классическая операция влади по отвлеканию внимания от того, что происходит в стране. От зобожения наших граждан, по-перше. От того, что не выполняются минские домовленности и в стране нет мира. От того, что мы не реформуем Конституцию. От того, что мы не делаем экономические реформы. Наверное, вы решили далее расколоти общество. Далее сделать кроки, чтобы ветераны, которые пишались своим подвигом. И те люди, которые их в этом поддерживают, не могли все это делать и так далее. Вы говорите в данной ситуации о том, что делает или не делает оппозиционный блок. Очень мне нравится на всех эфирах, когда встает вопрос о том, что делает сегодняшняя власть. И когда им задает представитель оппозиционного блока этот вопрос. А вы, а вы, а вы. Вот не надо повторять уважаемым руководителям Кабмина плохой пример своих предшественников. Когда бывший премьер, починав будьёку промову, стоящего попередники, изрубил это, это, это. За год ничего абсолютно не сделано. Страна находится в жутком состоянии. И с разных сторон. Вот я задал вопрос в предыдущей части программы. Почему другие фракции, да, Народный фронт не проголосовал. Почему другие фракции, коалиции, вне фракционов, у нас хватало голосов? Почему мы этого не сделали? Почему мы создали какую-то, вы создали какую-то рабочую группу или ещё что-то? Потому что есть не желание действительно в стране что-то менять, а есть желание продолжать воровать на крови и продолжать разваливать страну. Я обещал дать слово Тарасу Возняку. И потом Народному фронту тоже дадим, не волнуйтесь. Мы вас, как говорится, не обидим и дискриминировать не будем. Но вот редкий гость у нас главный редактор сайта ИИ из Львова Тарас Возняк, уважаемый человек, специально приехал к нам на программу из Львова. Дякую за уважаемый человек. Я хочу продолжить думку пана Борислава, хотя на самом деле он, по сути, сказал значительно то, что... Я хотел сказать, только он не договорил до конца. А не в дальнейшем. Понимаете? Тут таке... Сидячи тут, на этом стельце, иногда так крутишься, крутишься, и главное не заснути. Чему не заснути? Потому что 23 года эти разговоры, которые вы сегодня провели буквально почти годину, точатся, и результат известен. Результат у нас есть на Донбассе. И в этом контексте, чувствуешь себя не в цирку, как тут оно одекоровано, а также на Титанику. Есть одна очень источная вещь. Здесь много иллюзий, что они судьями, а на самом деле вы под той самой лупой, и вы под судьями. Пан Борислав сказал попереднее, где-то минут 30 назад, что вот народ разделился. Один хочет знать, что есть коррупция, а другой хочет знать, что нет коррупции. Народ не разделился. Народ смотрит на вас и не доверяет и вам, и вам. И правильно делает. Доверять им нет чего. Доверять и проверять. Все одно. И второе, очень правильная думка, что действительно, как два нанайские парни, схопившись, могут и фронты, и те, которые его оскарживали, пойти на дно. Но не нужно тешиться и третьей опозиционной силе, потому что она уже на Донбассе показала, где она остановилась. Если Донбасс придет сюда, вы будете там сами. Мы все туда идем, разом с этим Титаником. Разом с этим Титаником. И тому... Двадцать три года, края нормально развивалась. Краина была наивысшей в Европе ВВП. Что вы говорите? Двадцать третий съезд КПСС. Все правильно. Подождите. Действительно, 23 года развивалась коррупция, развивались борьбы, развивались цифрышки. А вы победили за год, да? А вы знаете, что надо было начать 23 лет назад. В 1991 году, когда мы проголошили независимость Украины, вот эти вчерашние законы, про визнание УНУПА, про декоммунизацию, надо было провести 23 лет назад. И поэтому бы партийные функционеры, колишние комсомольцы, партийные директоры... А почему они провели? ...не зайшли. Это называлось иллюстрацией. Почему я сейчас объясню? Они бы не зайшли у владу и не залишили цей совок, который бы они собою забрали. И все эти 23 года успешно развивали, изменяя один одного. И вчера, потому что в исторический момент, вчера, когда мы проголосовали 4 законы, которые декоммунизировали нашу страну, мы наконец провели эту политическую, моральную иллюстрацию нашей страны. И давайте мы на этом поставим крапку, потому что и коалиция, и народ выбрали, что наш шлях в Европу. Поэтому давайте мы начинали по-европейски, и депутаты, и чиновники Кабмена, все, давайте мы начинали тому доброму, правильному, что есть. И Верховенство... Прошу прощения, Дмитрий. Не надо раз поговорить. И завершиваю, завершиваю. Конечно, каждый имеет внутреннее ощущение, что есть коррупция, нет коррупции. Но не вам, джентльмены, судить, а был ли мальчик? Понимаете, это все, что сейчас происходит, немного как в синагозе, когда голосовали, что у кого-то дочка какого-то такого поведения не такой, и выявляется после того, что у него и дочки нет. Я не виправдую... Я не виправдую... А вы, как законотворцы, кто, а вы, повинны трешечки притримувати свою... Я понимаю, что тут цирк. Зрозумело, что это цирк, он рассчитан на тетю мотю, которая где-то там смажет эти тюхтери на кухне. Но она точно знает, смотря на каждого из вас, когда вы говорите правду, а когда, мягко говоря, нет. Я давно просил... Можно я... Вот одну ремарку. Во мне говорит просто технолог, и я позволю себе такую наглость, я дам совет, тут присутствуют очень многие политические силы. Совет технолога, коммуникативный, он звучит примерно так. Тут часто упоминалось слово такое, презумпция невиновности. Это работает в правовом государстве для обычного гражданина. Господа политики, у вас такой презумпции нету по определению. Если вы получаете обвинение, неважно, хоть от последнего афериста, а что такое презумпция невиновности? Это если вас обвиняют, вы не обязаны доказывать свою правоту. Но не публичный человек. Обвиняющая сторона должна предоставить все факты. Но в политике, именно в коммуникации, в той самой открытой действии другой закон. Если появляется обвинение, и оно публично, вы обязаны иметь железные доказательства своей невиновности и сразу же их предъявлять. Я прошу прощения. А у меня вот один вопрос к вам. Вот честно говоря, у меня всегда, и не только к вам, это может быть и к Андрею Ермолаеву, вопрос как тоже к политологу, и ко всем здесь присутствующим. А вообще политика по определению это борьба за власть. Вот как можно, меня иногда порой удивляет, вот как можно попрекать политиков тем, что они занимаются своей основной деятельностью, а именно борются за власть. Не совсем так. Борьба за власть это, скажем так, инструмент, а политика на самом деле это изменение общества. Просто власть нужна, чтобы ее менять, поэтому надо за нее бороться. Хорошо. Борьба за власть это инструмент достижения программных целей по изменению общества в ту или иную сторону. Как же можно политиков обвинять в том, что они борются друг с другом? Лично я никогда не обвиняю, говорю, что надо предъявляться. Просто это звучит постоянно. Это тема, значит, да, Андрей? Судя по всему, нам вообще необходим какой-то просто ликбез о том, о чем мы говорим, что такое коррупция, что такое политика. Серьезнейший разговор. Вы знаете, я, наверное, как и многие другие, настолько устал выкрикивать право на то, что можно сказать, и на высиживание места для того, чтобы можно было эту позицию изложить. Я думаю, что в таком же положении сейчас зрители, которые, говоря, верю-не верю, 60% говорят, пересидят. Потому что мы сейчас уже заговорили то, что очевидно. А что очевидно? Что очевидно? То, о чем мы не говорим. Катастрофическое падение уровня доверия к власти, ко всем институтам. Я даже, я не только о рейтингах, потому что это термометры. Я о том, что на улице, о том, что люди говорят. Ну, не верят они сейчас ни коалиции, ни премьеру, ни уже президенту. Почему не верят? Ну, потому что, вспомните, пожалуйста, события годовой давности, формирование новой власти, самые популярные принимаемые лозунги, ни один из которых, по сути, не стал реальностью. Люди же очень практичны. Ну, они же, они же не живут книжками, не живут практикой. Война на улице, нищета, высокие тарифы и очень странное решение. Но, что самое интересное, то, что кажется очевидным, например, решением вопроса по расследованию коррупции, превращается в балаган, в отсутствие комиссии и в спор между теми, кому еще вчера доверяли. А теперь вторая причина. Почему спор? Да потому, что началась внутривидовая борьба в самой коалиции. И причина в том, что возник огромный разрыв между людьми, которые поддерживали Майданное движение. А внутривидовая борьба самая жестокая. Узурпировалась, конечно. Поэтому мы видим сейчас и борьбу за лидерство в коалиции, и кастинг премьер-министров, и разнообразные схемы, кто придет. Но ведь это же тоже видят зрители. Поэтому к вам недоверие. Потому что они вдруг увидели... Я думаю, что фракция ВПП поддержала создание тимчасовой слідчей комиссии. Я могу пояснить, почему... Знаете, я сейчас вообще не в том, кто что побежал. Потому что, если вы говорите только про народный фронт, я перепрошу, у меня большая фракция парламента. И с нами тоже надо рассчитывать. Я могу пояснить, почему эта комиссия не создана, и почему сегодня это есть определенная демагогия. Почему они действительно хотят заниматься теми вопросами, которые порушивают. Если кто хочет, можно работать. У вас вся фракция не поддержала? Нет. Можно вытешить, пожалуйста? Можно, чекайте, можно вопрос? У вас всякая фракция не поддержала? Потому что я был на заседании двух комитетов антикоррупционного и забезпечения права на деятельность. И я очень четко помню очень много членов фракций ОГБ, которые голосовали за основание комиссии. Я объясню, чему это вопрос демагогии. У нас было решение фракции, что мы створим комиссию тимчасово? Не было решения, что мы створим. Давайте я вам поясню, как она у нас справа. Я перепрошу. У нас есть закон Украины про регламент Верховной Рады. Там честно сказано про то, что тимчасовые специальные следы комиссии створюются по вопросам, которые не входят до вопросов ни из комитета Верховной Рады. По специальных, по интригующих питаниях, по будь-яких іншим. Вы хотите расследовать коррупцию? Расследуйте в антикоррупционном комитете. Вам не нравится работа правоохранных органов? Займайтесь в правоохранном комитете. Я работаю в комитете с Нацбезпеки и обороны. У нас вопросы есть Минобороны. Мы за добу мы за добу вивчили питание закупивли палива, дизельного палива в 30 тис. тонн. И за добу змусили зменшити ціну, за рахунок чого бюджет с економить 170 млн грн. сьогодні. И не надо рассказывать про тимчасовую слідчую комиссию. Хлопці, если вы хотите працювати, займайтесь, вам дано питание борьбы с коррупцией, борьтесь с нею. У вас есть свои питания? Я могу навести інший приклад. Рік пройшов зі страшной трагедии, которая произошла в Одессе 2 травня минулого року. В этом скликании наша фракция вимагает создание тимчасовой слідчей комиссии щодо розслідування цих подій. Щодо того, щоб ми дізналися, хто за цими подіями стоїть, виконавців і так далі. На сьогоднішній день комісія не створена, жодна фракція нас, жодна фракція коаліції нас не підтримала. Не підтримала. І на сьогоднішній день розслідування стоїть на місці, і про це сказав президент, сьогодні перебуваючи в Одессе. Господа, я призываюся в порядку. Я обещав дати слово Андрею. Я вже доволі довго чекаю. Ви знаєте, я думаю, що тут в цій темі дійсно вже пора ставити таку крапку. Розставимо всі крапки на ди. Я от сьогодні дуже багато чого почув з приводу сарказму, там агенти Кремля і тому подібне. Я хочу пояснити, що позиція народного фронту наступна. У нас в країні зараз є війна і зовнішня, і внутрішня, на жаль. На жаль, внутрішня війна заключається у тому, що наші, навіть деякі члени коаліції і інші члени парламенту ведуть якусь проплачену компанію, розводять демагогію, популізм, як це не наближе. Я прошу не перебивайте, будь ласка. Ми повинні дискутувати абсолютно конструктивно, не перебивайте, будь ласка. І тому, Народний фронт закликає саме до того, щоб всі подивилися, для чого був створений цей цирк. Відповідаю на це питання, всі московські російські канали весь тиждень крутили представника, я договорю, будь ласка, крутили представників деяких Свободи і представника партії Батьківщина. Чому? Саме тому, що вони влаштували цей такий управлінговий рейтинг. Давайте дадим... Я сказав, Юрій, ми перебили человека, давайте дадим слово. Пожалуйста. Перед тим, як звинувачувати, треба подивитися, а хто були, власне, попередні міністри? І коли «Слобода» говорить про те, що хтось тут якимось чином розлив корупцію... Це принцип сам дурак. Це дурак. І коли міністр Швайка... Посадіть! Посадіть! Посадіть міністр Швайку, то посадіть його! Чого ж ви не посадите? У вас Покуратку, у вас Оваку, у вас президент, у вас коніція Слістоголосів. Посадіть Швайку, посадіть його! За результатами якої нас і буде прийнято рішення, якого посадити, хто ви не посадите. Знаєте, в чому причина? Причина, почему народний фронт ложиться ко тьми. В случае... Они бояться одну вещь, что в случае создання ТСК будет принято решение про отстранение Арсения Петровича Яценюка з занимаемой должности. Они бояться! Об'ясните їм, наконец-то! Никто не будет его отстранять! Наоборот! У вас премьера! У вас премьера! Подождите! У вас премьера! Ничего не будет! Ви споріщі будете там выступати і розслідути на стеклах! Андрій! Наоборот! Вы, наконец-то, скажете! Премьера! Ви можете научиться слушати! Давайте розслідуемо! Разом на робочій групі! Расслідуємо злочину! Это невозможно! Так давайте розслідуємо ТСК! Так давайте розслідуємо на робочій групі! Ми поставили сьогодні крапку жирну! Андрій! Працюємо! Андрій! Працюємо! Працюємо! Андрій Васильович, вам слово! Працюємо! Працюємо! Я тогда второго пункта в внутривидовой борьбі розслідувати не буду, потому что он очевиден! А зачем вы переведете? Я просто хочу сказати громче! Причина этого скандала в ефирах, в парламентах связана с большим разрывом той верхушки, которая оторвалась от избирателей, связанной с Майданом! Вот і вся правда! Борьбою за первые позиции во власти при желании сохранить саму власть! Коаліцию-то вы не будете распускать? Конечно, не будете! У вас огромное количество кандидатов на премьеру! Подожди! И по одному году это все состоит в том, что попытка подготовиться к выборам, сохранить старый процент, который вы получили на правдинских органах, она будет безуспешна! Поэтому вся интрига, вся сложность вашей дискуссии! Но есть третий момент! Вот я слышал такую интересную оценку по поводу принятого закона, да, что это увековечение памяти героев Великой Отечественной УНУПА, прошу прощения! Да, прошу прощения! УНУПА! Что это решение, связанное с преодолением наследия тоталитарного режима! Вы депутаты! Вы должны владеть искусством принятия решений! Временем! Как говорят в народе, хорошая ложка к обеду! Я считаю, что больше провокации против национальных интересов, чем принятия такого закона сейчас, за последнее время не было! И объясню почему! Не важно, как вы сейчас будете трактовать этот закон! Им, наверное, текст там неплох с точки зрения юриспруденции! Но, как люди воспринимают, старшее поколение, особенно население тех регионов, которые аннексированы для состояния конфликта! Попробуйте им теперь объяснить, что происходит в Киеве! Я думаю, что за этим решением стоят лоббисты, которые подталкивают к отделению Донбасса и к прощанию с Крымом! Я так считаю, потому что так это будет воспринято! И у вас есть шанс еще это отмотать! Андрей! Потому что времени сласки не снимают! Я прошу прощения! Поскольку мы знали, это я всем говорю, что непременно сегодня зайдет речь о падении рейтинга политических партий, о падении доверия к ним. Мы просто подготовили таблицу по данным недавнего опроса, который был проведен о популярности тех или иных политических партий. мне кажется, вот здесь все более-менее понятно, да? У всех партий на сегодняшний день имеют шанс пройти в парламент, и у некоторых партий очень заметно упала прежняя, былая популярность. Я не комментирую ничего, вы сами все видите. И у меня последний вопрос. Мне хотелось потом перейти более подробно к теме вот закона, о которых уже начали говорить и Николай Скорик, и Андрей Ермолаев. Я имею в виду вот этого закона, который осуждает коммунизм и национал-социализм, запрещает пропаганду и символику этих движений и идеологий. Но прежде, вот здесь у меня сзади сидит... Можно микрофончик? Валерий Калныш, известнейший журналист украинский, который часто участвует в нашей программе. Он написал на этой неделе статью по поводу вот всех тех страстей, которые вышивали в парламенте и, в частности, сделал некоторые прогнозы по поводу того, чем все это закончится. Чем же это все-таки закончится? Я не хочу за вас это пересказывать. Очень быстро, потому что... Еще раз очень быстро. Что за этим конфликтом стоит без иронии? Как вы написали, без иронии. И чем, на ваш взгляд, все это кончится? Внутриведовая борьба... И подводим черту под этой частью повестки дня. Вот я пытался сказать там три дня назад, когда я это писал. Да, действительно, это внутриведовая борьба. Давайте положим руку на сердце и скажем, что у каждой из сторон конфликта есть причины подогревать этот конфликт. У Свободы есть претензии по их министрам. Надо, соответственно, как-то так перевести спектр. У Баттевщины есть обида на Яценюка, которая заключается в том, что практически 70% тех людей, которые были раньше с Юлией Владимировной, а теперь с Арсением Петровичем. Я склонен считать, что все, что происходит сейчас вокруг правительства, включая Гордиенко, его заявление, это такая, знаете, попытка доведения Арсения Яценюка до отставки. И вот это конечная цель. Добровольная отставка, конечно. Потому что, более того, это надо провести так, чтобы еще народный фронт остался в коалиции. Потому что без народного фронта, это тоже надо признать, ни о каких изменениях Конституции речи быть не может. И, как один из вариантов, чем это может закончиться, это может закончиться такой, если хотите, почетной ссылкой нынешнего премьер-министра в какую-нибудь европейскую структуру. Это придумал не я. Я бы не решился написать, если бы у меня был только один источник, который мне говорил об этом. Поэтому... То есть вы имеете в виду, что сами европейцы предложат ему какую-то... Может быть и такой сценарий. Но сначала надо добиться того, чтобы Арсений Яценюк ушел в отставку. И он точно... Если он уйдет в отставку, он не уйдет после заявления Гордиенко. Давайте тоже называть вещи своими именами. Мне это стало понятно после того, как Николай Григорьевич на заседании, вот этом совместном заседании комиссии сказал, что нет ни одного документа, нет ни одной подписи, которая свидетельствовала о вине Яценюка. Но он делает такие выводы по поводу землячества и вот таких косвенных фактов. Поэтому... То есть речь о политической стороне? Это абсолютная политическая борьба с абсолютно понятной целью. У каждого... У каждого из участников... Валерий, а кто следующий? Свято место пусто не бывает. Есть какие-то уже фамилии? Ну, я не назову никаких новых фамилий. Называются две. Это Ерейска и это Гройсман. Здесь, в общем-то, выбор невелик. Возможно... Я слышал о Левочкине. Я слышал о Левочкине, но мне почему-то кажется, что это не сейчас, не... То есть для того, чтобы Левочкин пришел, я так себе размышляю, да, должны состояться внеочередные выборы, о которых в том числе сейчас говорят... Тимошенко. 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 Может и Тимошенко, но мне почему-то кажется, что фракции коалиции вряд ли согласятся на то, чтобы премьером стала человек, которой фракции 19 человек, если не ошибаюсь. Вот. Поэтому пока это внутри видовая борьба с конечным результатом отставкой премьер-министра. Спасибо. Подводим черту. Подводим черту, извините. А теперь вот по поводу закона. Закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического, в скобках нацистского, тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики. Ну, там много всего на эту тему уже было сказано. Первый вопрос уже задал господин Ермолаев. На части или не на части? Время сейчас этому... Знаете, вот политолог Андрей Акара, который собирался к нам сегодня прийти, но потом что-то случилось, он позвонил мне, извинился, сказал, что не может. Он, тем не менее, попросил огласить такой комментарий. Написал мне. Коротко очень. Умные и стратегически мыслящие люди решили бензинчиком А-95 загасить тлеющую лату. Хороший и своевременный подарок Владимиру Владимировичу Путину к 9 мая. Это то, что говорил Андрей другими словами. Я приведу вам маленький пример. Кто не согласен, там милости прошу. Андрей. Я приведу вам маленький пример. Евгений Алексеевич, вот эта фотография сделана сегодня в Одессе на праздновании Дня освобождения Одессы. Сегодня в Одессе большой праздник, День освобождения Одессы. Вот этого ветерана по этому закону ему светит лет пять за использование... Не правда. Не правда. Это совершенно правда. Абсолютная правда. Мало того, вашему телеканалу в случае, если бы я это сделал уже после подписания президента этого закона, светило бы значительно больше и всем тем журналистам, которые были бы к этому причастны. Мы делаем шаги, которые искусственно раскалывают наше общество. Неужели сейчас главная задача это переименовывать улицы, потратить на это кучу денег, кучу бюджетных средств и так далее? А кто-то, кстати, посчитал, сколько этот законопроект может видеть в материальном плане? У меня вопрос ко всем. Сколько он может стоить стране? Объясните мне, я хочу перевести на язык каких-то простых вещей. Там конкретно закон запрещает... Извините, короткое предисловие. Знаете, я не люблю коммунистическую идеологию. Я не люблю коммунистов. Я всегда говорил, можно посмотреть мои предыдущие программы, можно посмотреть мои публикации разных лет, я всегда говорил, что в свое время в России тяжелейшая ошибка была допущена, когда они провели люстрацию сразу после победы над путчем в августе 91-го года. Это просто к тому, что я ни в коем случае, когда сейчас буду постараться выступать в роли адвоката дьявола, если угодно, я при этом не являюсь сторонником коммунистической тоталитарной идеологии. Но представим себе, что девочка вот с таким дедушкой, у которого вся грудь в орденах, которая на каждом буквальном ордене советская тоталитарная символика, так в законе прописано, сфотографировалась, вывесила фотографию в фейсбук, эту фотографию перепостили десятки, если не сотни ее друзей. Есть сколько лет по этому закону? Пять или десять? Пятерочка. Пятерочка ломится, как бы сказал тот же самый Владимир Владимирович. Можно я другой успех затрону, но может быть очень важным. Ничего не будет? Нет, это правда. А не скажите почему? Там мы так написываем. Особенно тем коллегам, которые тут постоянно говорят о разных путинских агентах. Так вот, в этой аудитории, в других аудиториях мы три месяца говорили о специфическом, символическом значении майских праздников. Об особенностях, ну, стереотипов, менталитета разных поколений в Украине. О том, что в разных регионах есть разные подходы к истории. Так скажите мне, пожалуйста, что было в голове у людей, которые решили вот сейчас принять закон о коммунистическом режиме, может быть, по содержанию и правильным за двадцать с несколькими дней до майских праздников. Скажите, пожалуйста, как, кто сейчас, каждому ветерану, пенсионеру, пожилым людям, я же говорю о жителях регионов, где действительно советская история выглядит более привлекательно, чем история других времен. Кто успеет им объяснить, что это правильный закон, что он своевременный? А ты скажите мне, пожалуйста, кому нужны конфликты в эти дни? Кто пойдет на эти конфликты? Кому нужны эти картинки? И тогда кто агент? Прошу, пожалуйста. Да, пожалуйста, давайте, давайте, давайте мы тричечки понизимем градус, нагадаем, так, про Страстную Пятницу. Значит, нам пришло, это в голову, я особисто за это голосовал только одно. Прошу, пожалуйста, в всем мире, в всем мире и в Европе 8 травня свидетельствуется, как День скорботи и памяти за загиблими. Вопросов нет, и у кого плавиш? Удругой войны. В один из четырех законов стосовался к этому, я прошу. Это вообще не обсуждается. Другое вопрос. Ну, важно считать закон, так, в этом моменте. Вы представляете, вы заставили, как и я еще застав, радянские школы, как поцурали, за что? За малювание свастики. Скажите, пожалуйста, вы хоть видели хоть один символ в Немечине нацистской свастики? Скажите, пожалуйста, а за коммунистического террора меньше погибло людей, чем за нацистский террор? Хоть один элемент, хоть один бюст, хоть один бюст, я перепрошу, хоть один бюст, Адольфа Гитлера, кто-то покажет Немеччину. Хоть один шеврон, шеврон эсэсовцев, кто-то покажет, послушайте, мы не говорим о ветеранях, мы поважаем. И давайте, как раз вы не поднимайте, пожалуйста, радуйся с этими разговорами, для того, чтобы никто не забороняет святкувать перемогу. Давайте мы просто исторически не забороняем, у вас не читайте закон. Дмитрий, можно вопрос? Так, ну вот, допустим, в закон о телевидении и радиовещании вносятся дополнения, кавычки открываются, ацитируют, вещатель не имеет права распространять аудиовизуальные произведения, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине. Создается, внимание, позитивный образ лиц, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, начиная с должности секретаря районного комитета и выше, в высших органах власти и управления СССР, Украинской ССР, других советских республик, кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры. Кавычки закрываются. Нет, нет, вы, вы, чекайте, чекайте, вам какой-то задавали цитату неповную. Там не тільки кроме случаев, связанных с развитием науки и культуры. А с какими еще случаями? А крім також випадків, повязанных зі звільненням Украины від нацистских загадників. Так? Так что вы, то, что... Да, считайте, секундочку, секундочку. Я здивований, я здивований, я здивований выбирковістью вашої цитати, честно кажусь. Хорошо. Значит, что нам надо было? Вопрос, сильнений вопрос, принимается. Я просто сокращаю, чтобы сэкономить время. Но я про другое скажу. А что Кравчук? Предположим, мы захотим, или какой-нибудь другой канал захочет снять Байопик, то есть биографический фильм о Леониде Макарчу Кравчуке. А он каких только должностей в Коммунистической партии Советского Союза... Кравчук Балатузнец в розвиток науки Украины. Подождите, скажите мне, будь ласка, мы забороняем весь период с 17-го до 19-го року. А Хрущев, который выпустил людей, миллионы из лагерей, которые развенчал на 20-м сезди КПС, об этом тоже нельзя говорить? Иван, Евгений, я не знаю сразу же, два понятия. Прославлять и рассказывать. А кто будет говорить? Кто скажет, вот этот образ позитивный, а этот образ негативный? Помните, Евгений, помните, был замечательный фильм «Убить дракона» Марка Захарова? Вы помните, как заканчивается этот фильм? Ланселот стоит напротив дракона, и тот спрашивает, что будешь убивать прямо сейчас? При детях? Он говорит, да. Детей не жалко? Говорит, нет, пусть видят. Надо же начинать когда-то. Я к чему говорю? Мы сейчас убиваем дракона. Можно оправдывать этого дракона как угодно. Но когда бабушка приводит ребенка и рассказывает... Ну так же можно в результате самому стать драконом, а? Можно. Можно. И это тот самый момент, когда Ланселот не имеет права стать драконом. Иначе чем он лучше этого дракона? Но, если мы не будем бороться с драконом, дракон нас пожрет. Так было, так есть, так будет. И поэтому, давайте сразу говорить, когда бабушка идет с внуком, и бабушка полна медалями, замечательно. У меня мой дед дошел до Берлина. Второй дед получил сражение, получил ранение под Кенигсбергом. Я вам хочу сказать, что я своему сыну об этом рассказываю, и одному, и другому. Они с гордостью перебирают его награду. И для меня это святые люди. Я за пользу тебя. Но давайте не говорить о том, что... Давайте не рассказывать о том, что в Советском Союзе не было преступлений. И поэтому мы сейчас боремся не с победой над фашизмом, а с тем, что совок по-прежнему здесь, у нас. 24 года, 24 года нет Советского Союза. Но 24 года совок произрастает в Украине. Так вот его надо выкорчивать навсегда. Я могу сказать, что вы вспомнили слова Оксаны Мельничук в самом начале данного... Давайте вспомним слова Оксаны Мельничук, которая сказала о важной функции именно публичной политики. Данный закон, направление десертизации, если мы двигаемся в Европу, он безусловно правильный. Но этот закон не был внесен в публичный дискурс, и у нас сейчас стоят разночтения. Мы не понимаем, так или не так. Поэтому, мне кажется, он должен был обсудиться в начале, прежде чем вот так вот идти. И вопрос, в принципе, я соглашусь с господином Ермолаевым, что много вопросов. А не хотят ли экономические какие-то проблемы, коррупцию, переключить людей на то, чтобы они обсуждали другие вещи? Да, да, да. Если можно, Игорь Алексеевич, позовите, я бы сейчас отключу. Представим себе на минуту, что нам удается мирный минский процесс. И представим себе на вторую минуту, что наконец-то там тушкой, чучелом, идя на компромиссы, мы восстанавливаем не только территориально, но и социальную целостность. И частью нового соглашения в стране о единстве без федерации с сохранением и Донецкой, и Луганской областей с элементами автономии является десталинизация, детаталитаризация. Да ни один гражданин Украины не был бы против. Ведь каждое решение – это искусство управления страной. Зато решение сейчас, я повторюсь, вносит те самые расколы, о которых так много говорили. И это самое главное. Все остальное – это аргументы же в деталях. Пожалуйста, дарод выпрепрошу. Буквально два тезиса, они будут касаться этого процесса. Как политтехнолог скажу. Власть сейчас, мягко говоря, облилась водой. Потому что не ввели и не объяснили украинским гражданам, что имеется в виду. На каждом эфире меня сейчас спрашивают о том, что неужели. Это люди звонят, это не журналисты, это люди звонят, что действительно нельзя носить ордена. Власть, мягко говоря, попала в просаг. Не объяснила. А второе. А второе. Этот закон принес в первую очередь. Для таких, как я, мне 25. В этой аудитории стоят ребята, которым чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше, чем мне. И нам сейчас принимать и понимать. Мы не знаем, что такое УПА, мы не жили при них. Но, я могу вам честно сказать, и в учебниках по истории мы признаем то, что действительно УПА значительную роль на Западной Украине. Но, я киевлянин. И здесь, в этих святых стенах Киева, я знаю только одно то, что. Если бы не наши ветераны, которые обороняли Украину, и вообще всю Европу, те, которые сейчас носят ордена, мы бы с вами здесь ни киевны. Я хочу вам сказать... Я хочу вам сказать... Я хочу вам сказать... Я хочу вам сказать... Эскалация начинается... Вы знаете, выключает негатив. Это на самом деле ошибка власти, из-за того, что ошибка очередная в информационном пространстве. И тогда у меня вопрос. А чем занимается Минстец, который должен как раз пропагандировать и рассказывать, Вы знаете, я хочу полностью погодить с вами, что адвокатовать радянский режим не можно. И это действительно аксиома. Но 1791-х годов это были не только репрессии наших граждан, это был не только Голодомор. Это было вперше в истории, когда мы получили эти кордоны, в которых мы живем. Это было вперше в истории, когда, в отличие от Австро-Угорщины и Польши и так далее, не заборонялась украинская. Я могу сказать вам наступное. Я учился в школе в 80-е годы. Я сдавал вступные испытания до института украинской мовы. И мне никто этого не заборонял. То, что сделано за годы радянской влады, и так промысловость, и много чего, что сделано тем, чем сейчас используются наши олигархи. Украина стала членом ООН в 46-м году. Украина стала членом ЮНЕСКО в 54-м году. То, что сделали для Украины Владимир Васильевич Щербицкий и Валентина Семеновна Шевченко, дай Бог здоровья, они сделали не меньше, чем многие из тех людей, о которых мы сегодня говорим, как о героях. А вообще в Крыму кто передал Украине? Я хочу, чтобы мы поняли одно. Что нам на сегодняшний день этот закон был совершенно не нужен. Нам нужно людей объединять. Объединять можно только одним. Что Украина это сильное, мощное европейское государство. Украина имеет колоссальные перспективы. Да, в украинской истории были разные периоды. Но мы должны забыть о том, что нас разъединяет, и постараться объединиться. А сейчас мы будем заниматься, вместо того, чтобы заниматься коррупцией в правительстве, вместо того, чтобы мы будем заниматься решением экономических проблем, вместо того, чтобы мы будем решать вопросы с децентрализацией власти и с изменением Конституции, мы будем скупстись во всех студиях, рассказывать друг другу, хорошо было тогда в 17-м, 91-м или плохо. И это будет все сделано для того, чтобы нас опять закрутить. Не обидеть, не обидеть этого, а на что вы это обидаете? Потому что вы уничтожаете просто память людей. Вы уничтожаете людей. А вы, ради Бога, пожалуйста. Борислав, вы всех затыкаете. До этого блискучего советского спича, я только до одной фразы вашей. Нам надо объединять народ. Народ объединяется без вас. Народ объединяется в этом году, и никого не цікавит. Российская языка, украинская языка, то есть национальности, никого это не цікавит. Объединение, консолидация, блискучая. За последний год украинской политической нации произошло без ваших кламаний. Мы бачим эти объединения по Крыму, по Донбассу и так далее. Не берите себя невластими, для себя функциями. Боже, вы объединали людей. Прошу вас. Иван Винни. Юрий, Юрий. Так в Крыму в Донбассе... Это российская агрессия. Причем здесь это? В Крыму и в Донбассе это российская агрессия. Это не то, что нет объединения. Ну не путайте, пожалуйста, две вещи. Извините, пожалуйста. Что вы говорите? Ну что, что там нет русских войск? Перестаньте, перестаньте перестать егоать с русских... У нас все, что не делается, опять же, это Путин и Навад. Там есть русские войска? Да или нет? Давайте это обсудим. Или это народ просто решили... Почему нет? То есть там нет русских войск? Ну при чем здесь это все? Ну при чем здесь это? Да, российские войска. А зато и не русские войска! Ну зачем это переворачиваете? Я об этом шекричу. Дайте послушать. Зайву вагу взятен оппозиционный блок. С ним все давно-давно зрозуміло, нема по нему что говорить. Згодно с тобой. Насправді тут было сказано такий момент, что оцей закон, он когось провокует, что он провокует ветеранов, он провокует старших людей. Знаете, сейчас мы находимся, студия ваша, на Стрельців, в Киеве. Это Мий Окух, 223-й, старший Ощенківский район. До меня сотни людей приходят щетижня на прием. Так и включено старшими людьми, ветеранами и так далее. Знаете, что их провокует? Их не цей закон провокует. И провокует те, что у них пенсия, 1100-1200. А одночасно, одночасно наш уряд займається розкладанием бюджету. Оце их провокует, понимаете? И вот тут, власне говоря, еще проблема. И я хотел бы, знаете, вы тоди не дали мне сказати, а коли вот пан Калниш, на повеликий жаль, почав розповідати про чиїсь там мотиви и так далее, так, то я вам скажу про свои мотиви, чому я вимагаю ТСК, чому я вимагаю боротьби з корупцией Арсения Петровича НЦК и его уряду. Потому что я не могу спокойно витримувати, когда до меня на прием приходят бабси, 80-летние, ким ести на машо. Подумієте? Вот чому я борюсь за цей корупцией. И вот про це моя, как говорится. Оксана. Я бы хотела обратиться к присутствующим здесь членам правительства, да, кабинетам министров. У нас в кабинете министров есть целый Минстець. У нас тут один зам, первый зам министра. Ну, в любом случае, есть еще депутаты, которые могут контролировать правительство, да? И есть еще целый огромный вице-премьер по гуманитарным вопросам. Внимание, это не просто министр культуры, это вице-премьер министра Украины. Как можно было допустить после Майдана идности, когда вопросы культурной политики стали, цивилизационные мои любимые вопросы стали на первый план, чтобы такой человек возглавил этот пост, и чтобы вот этот вот закон не прошел предварительно публичное обсуждение. Задача вице-премьер министра Украины, если это настоящий политик, сначала было создать национальный диалог, провести серьезнейшую общественную дискуссию, и потом вывести все это в какой-то очень грамотный закон. Закон, по сути своей, по запрету идеологии, замечательный. Но там, извините, намешали все, да? И кони, и люди, и мухи, и все, что на свете можно только придумать. Почему не отделить отдельно вопрос идеологии, коммунистической, тоталитарной? Почему отдельно не проговорить про символику? Я бы хотела здесь напомнить слова Анны Орент, это человек мирового уровня, философ, которая всю жизнь анализировала причины тоталитаризма в Европе в 20-м веке. Она сказала, что все ужасы, которые произошли в Европе в 20-м веке, и сталинизм, и Гитлер, от того, что европейцы потеряли традицию мысления, думания. Я хотела бы заметить, что градус интеллектуальный наших политиков ниже Плинтуса на сегодняшний день. И вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам олицетворении этого Плинтуса, понимаете? Вот пока такие люди у нас будут в политике, заниматься идеологией, и Минстедс тоже туда же, вот тогда у нас будут возникать такие сумасшедшие дискуссии. Потому что сейчас общество интеллектуальное, украинское, оно просто вне себе, от того, что происходит в культурной площади. Потому что вот это вопрос культурной политики. Сколько было заявлений сделано на имя президента Украины, на имя премьер-министра, на имя главы Верховной Рады по поводу несоответствия вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам занимаемой должности. Хотя бы одна реакция была на эти письма. Ребята, у нас нет публичной политики. Мы с вами находимся в глубоком Советском Союзе, и надо это признать. И пока вы не выйдете на публичность, и пока вы не будете обсуждать такие резонансные вопросы с громадскистью, с экспертным соредовищем, ни о каких реформах не может быть и речи. Вы обречены на неудачу, извините. Пойдем после рекламы. Заключительная часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ещё раз спасибо за аплодисменты. Переходим к заключительной части сегодняшнего, очередного выпуска программы «Чёрное зеркало». В предыдущей части программы мы перешли от обсуждения обвинений и контробвинений по поводу коррупции в правительстве к теме законов, которые были приняты на этой неделе, ещё не подписаны президентом, которые осуждают тоталитарную идеологию как коммунистическую, так как национал-социалистическую и запрещают её пропаганду и соответствующую символику. Вот я разговаривался на эту тему с Сергеем Гальдаем в перерыве и мне показалось, что некоторые мысли, которые он мне высказывал в приватном порядке, обязательно должны прозвучать вслух, публично. Я хочу сказать, что тема суперсложная. Если бы я представил, что государство обратилось бы ко мне или к моей компании за помощью в социальной коммуникации, я бы, возможно, даже отказался, настолько она дровопасная, неприятная и в ней нет простых решений. Потому что это настолько должны быть смысловые нюансы. Ну, например, когда сравнивают символику фашистскую... А, сразу хочу сказать, что моя позиция в отношении коммунистического режима такая же, наверное, как у Евгения Киселёкова. То есть я его не люблю. Я понимаю его преступность абсолютно. Более того, мой, скажем так, как советского школьника, как человека, который жил в Советском Союзе, мой этап очищения от этого давно прошёл. И сейчас я выдавливаю по каплям стопка уже из себя на другом совершенно уровне. То есть отнюдь не на любви к каким-то советским деятелям или к советской истории, или к ностальгированию. Но я прекрасно понимаю, что когда вы работаете, что абсолютно правы многие, например, совершенно правда, когда говорят, что не в это время и что должны быть управленческие решения. С другой же стороны прав Борислав, который говорит перед детьми. Вот сейчас и надо, но это перед детьми. Со стариками это бесполезно. И в чём там есть нюансы, о которых я говорю? Фашистская символика – это символика проигравшей стороны. Это символ проигрыша Германии, и там нет ни одного человека, ну какие-то есть, нету, которые бы с ней прожили как символикой победы. Символика советская – это символика победы. И вы у огромного, не так, не огромного, у оставшегося поколения ветеранов просто её изымаете. Мне кажется, системная ошибка этого закона находится в следующем. Они сказали, Оксана, бороться надо с идеологией, а не с символами. Потому что… И что касается нацизма, видите, я вставлю… И я бы в этот закон внёс одну поправку. Одной из проблем украинского общества, украинской страны, является отсутствие элиты, и отсутствие элитогенеза. И мы будем… мы бы могли этим законам сделать простую вещь. Он бы мог не касаться простых людей, которые имеют право верить во что угодно, что угодно заявлять, приходить к вам на телевидение, тосковать по Советскому Союзу, и за это вас не накажут, что вы пропагандируете. Но вот чтобы я колоссально запретил, что в элиту, в политику, в чиновники, в парламент люди, которые транслируют совок, не имеют права. И вот выступление, которое мы слышали от депутата Садкова, вот это бы порицалось и по закону было бы запрещено, а для ветерана нет. Я прошу прощения, Андрей, я обещал дать слово Бориславу, потому что ему надо чуть раньше уходить, а потом… А потом вам, Борислав… Коротко, а то вы опаздываете. Да, я знаю. Я, извините, я должен вас сейчас покинуть, но я хотел бы сказать, когда мы говорим о том, что Украина идет в Европу, я хочу привести один очень важный пример. В Вене, возле парка Бельведер, стоит памятник воинам-освободителям. Более того, этот памятник в прекрасном состоянии, возле него светящийся фонтан. И никому не мешает этот памятник. Но памятников Ленину или Гитлеру в Вене нет. Это памятник – дань памяти, дань уважения. Эту дань мы оставляем. А вот советским прошлым нужно попрощаться. Я вынужден, я вынужден попрощаться со всеми с вами. Я хочу пожелать украинцам, чтобы приближающийся праздник Пасхи принес в наши дома не только мир, но и единение. И самое главное, чтобы вы помнили, что это праздник победы сил добра над силами зла. Украина победит. Мы сможем. Поэтому всех с наступающим Волокоднем, и мы победим. Спасибо. Я хочу сказать, что в свое время уже совершались такие ошибки, потом исправлялись. Инквизиция и церковь – это не одно и то же. Коммунистическая, социалистическая, левая идеология в истории человечества и практики сталинского тоталитарного режима – это не одно и то же, даже если использовать одни и те же слова. И это очень важно, потому что вспомните, пожалуйста, горькие слова Вениченко после поражения Украинской Республики. Когда он в граждане нации признал, что чего мы не учли. Мы не учли, какие были запросы у тогдашнего украинского общества, украинского крестьянства в частности, на социалистические преобразования. Очень важно правильно понимать, что запрещаете. Это так же, как, например, у нас есть спор между тем… Националисты – это нацисты? Нет. Есть сторонники национальной идеи, которые могут использовать термин «националисты», но это не нацизм. А этим пользуется российская пропаганда, часто унижая украинские политические течения. Так же есть случаи с «историей левой идеи», включая коммунистическую. Будьте аккуратны в том, что запрещается. Чтобы у вас не только старшее поколение, но и сторонники левой идеи не оказались в ваших… Ну хорошо, Андрей Васильевич. Понимаете? Я прошу, Андрей Васильевич. Ну хорошо, но все-таки вот… У меня вопрос. Это не только по городу, но это очень важно по идеологии. Вот не кажется вам, что все равно реализация этого закона в том виде, в котором он написан, приведет к тому, что начнут стираться вот существенные полутона. Ну вот, условно говоря, если следовать букве этого закона, фильм о Горбачеве нельзя показать. А там, на споке, цей закон, цей суцильник полутона. Ну что вы, там суцильник полутона, там юридичной вызначенности, не очень мало. Пане ведущей, тут, знаете, одна правильная теза которая вызвала у Сергея Гайдая. Я повторю, главное не идеологию. Постойте. Постойте. Мы поставили крапку в политичной партии и коммунистичной. Потому что они сейчас должны або полностью переформатировать свою работу, або прекратить существование на территории Украины. И теперь мы не забываем, чтобы она ишла в парламент, а в другие органы власти. Хорошо, я еще раз, я еще раз тупой. Я не понял. Написано, нельзя показывать произведение, где создается позитивный образ лиц, занимавших поставленные должности в высших органах власти СССР. Горбачев. Нельзя показать фильм о том, как Горбачев делал перестройку, какой бы она совершенно не была. Ну, объясните дураку и богу. Простой вопрос, там, там. Можно или нет? Можно или нет? Конечно, можно. Можно? И самое главное, кто будет определять, а Горбачеве можно, а Хрущеве не-не. А Кучне и Ковщике только вновь. Кто это будет делать? А я могу вам очень просто объяснить. Вы знаете, во-первых, Великую Витчизненную войну, для кого Другого святого войны, выиграли не коммунисты, выиграли радянский народ. Так же, как Радянский Союз, и Украину радянскую, и Россию радянскую, и все другие 15 республик, побудовали не коммунисты, а народ. Поэтому, когда сегодня мы видим ветерана, то никаких вопросов для ветерана не может быть. В никаком случае. А что касается КПУ, которую мы пытаемся полтора или два года заборонить юридично, враховывая ту корупционность, которая еще осталась в наших судах, и фактически не можем этого сделать, мы не хотим, чтобы сегодня КПУ приписывалась на дбание той КПУ, которая была в Радянском Союзе. Вы говорите, что решение было в том числе и ситуативно-политическим. Правильно? Все решения в парламенте имеют политическое заборонение. Это понятно. Ситуативно-политическим оно также есть. Вы сегодня много говорили про то, что депутаты – это политики. Я хотел зауваживаться, что это не только политики, что это не только политики, но и остальное, что я хотел сказать. Этот закон никого не разделяет. Потому что людей объединяет спильное будущее, и ни в каком случае не спильное минуле. Потому что, и когда сегодня мы приняли… Но не можно переписываться. Но в том, объединяет спильное будущее. И сегодня нас объединяла ситуация, которая сложилась в Украине. Трагическая ситуация. С местными выборами эта история никак не связана, которая у вас сегодня должна прийти? Это связано в том числе. Вы понимаете, что сегодня Путин пытается расхитать Украину с цередины. Вы понимаете, что вы помните подеи 2 травня в Одессе минулого року. на этого коллега, который носит этот значок с украинским прапором. А вы знаете, что это точно реплика тех значков, которые носили советские депутаты. С советским прапором. Это Советщина в чистом виде. Другая история. Я был на телепередаче с Юрием Шухевичем. И он пришел с этой зеркой. Он герой Украины, зерка и так далее. Герой Украины. Я говорю, что вы хотите понимать, какой вы символы носите? Был вот такой Дима, великий вице-премьер из гуманитарных вопросов, который приколился еще в 90-х годах. На советскую звездочку героя Советского Союза есть такой политологический термин пришпандеров маленький иерархитический тризубок. Это было на самом деле знущение. И оно до этого времени есть. Воно все глубже. Воно не в тих медальных ветеранов. Ветераны имеют право носить свои медали. И еще вопрос. Какие ветераны, дорогие мои? Какие ветераны? Есть ветераны, самый молодший ветеран имеет 87-88 лет. У нас будут ходить ветераны моего века, войны 1812 года с советскими орденами за Отечественную войну. Они носят эти ордены за Угорщину, 56-й рік, за Чехословакию, 68-й рік, и так далее. За Варшаву. За Варшаву и за всякие другие вещи. Тут тоже надо разобраться. И в этом контексте глубже надо копать. Но вертаючись, мы сейчас говорим про вещи, которые только... Знаете, есть человек с тяжелой заборой, но иногда разобрались и пояснениями. Мы заставляем закон, если есть это, то люди доверяют один дома, товариства, пяти, десяти, и так формуется их национальная и в том числе культурная традиция. При том, что американский культурный влияние на свет гораздо больше, чем, например, нашим. Есть страны, как Франция, которая живет из культуры, и культурный министерство культуры является важным, но у них культура пломается не как забронить или не забронить носить те или иные награды, а как продать хорошее вино, хороший сыр. Культура в найширшем смысле слова. Есть Украина или постсоветские страны. Мы, на самом деле, успокоили в Министерстве культуры премьерские посады, тоталитарного режима. Мы, вместо того, чтобы реформировать Министерство культуры и заточить его под совсем другие задачи, и в другом, мы продолжаем это. Мы просто делаем посады. И последствием этого есть, и последствием этого все эти непорозумения. Потому что в этом вопросе должно было бы действительно пройти через весь компендиум знавцов. Кто из вас знает такое слово, кроме достойного джентльмена, как фалеристика? Это наука про награды. Каждый депутат, пришел, что не знаю, не знаю, из какой царины, вважает, что он может судить в этих вопросах. Вы, кто-нибудь, консультировался с ними? Вы поднимаете руку? Я вам поясню, працюю. Я не могу, 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 я не могу. Один фильм про Бандеру, про Шухевича, про Украину, про Бандеру, про Бандеру, про інші перемоги і героїв України. Не знято майже жодного фільма, а тим більше такого, що був цікавий оцій аудиторії. Натомість, в цьому році зняли повністю всі пильги з українського кіномистецтва, українського виробництва. Вы не подумали, что этот закон является вимогою общества? Вы говорите, что кто-то про него не знает. Я говорю, что 20 человек, если он не знает, что это закон, он не знает. Это не вимога, что мы понимаем, что это закон. Мы говорили про право убежать. Проблема, что принимает всего-за того, что это шликание Верховной Ради. Чомусь вважает, что можно принимать законы, порушения регламенту, процедуры, то есть, порушивая закон. А именно Верховная Рада должна демонстрировать и быть первой в построении правовой государства. И проблема не только в законе, а именно по тем, как говорили сегодня. Те же порушения регламенту. Про внутренний фронт, про внутренний фронт много говорили. Так кто створил внутренний фронт? Кто сегодня борется с пенсионером, которого поставили на межу выживания? А вы же проводаторы, которые борются в внутреннюю негативу, информационную политику, с каждым гражданинами, которые борются на два года минимальную заработную плату, поставили людей на межу выживания. И я запитую, цей закон, про символы и так далее, он додает доброботу в украинские семьи. Сегодня он додает единство. Я тоже против коммунистического режима. Я уверен, что этот закон два года назад нужно было ослабить. Десять, двадцать три года назад. А сегодня, когда нам нужно налагодить мир на Донбассе, нам нужно повернуть Крым, нужно принимать решения, которые нам помогут восстановить территорию. Давайте вернемся более чем на гречную землю одну минуту. Сейчас буду говорить, Юрий, минуту, одну минуту. Меня все равно интересует один вопрос. Думали ли вы об этом, когда принимали этот закон? Важный закон, я не спорю. У меня одна ремарка, вовремя он принят или нет, своевременно или нет. Сколько он будет стоить Украине? О, вот условно говоря... Вы задумались об этом, есть ли у нас сейчас эти деньги? Вы в пояснительной записке пишете, что его реализация не требует дополнительных финансовых, материальных затрат из бюджета Украины. Кто вам табличку на улице поменяет? Кто вам название города изменит? Это сколько стоит? Нам нужно честно считать закон, нормы закону. Там надается право органам местного самоврядувания принимать решение про переименование в улице, про прибирание памятников и тому подобное. А органам местного самоврядувания не надо при этом печать изменить, бланки перепечатать уже заказанные, которые лежат в столе. Документы переизвестировать. Это три рубля, которые... Мы с этим законом решили глобальную проблему. Не треба думать про то, что я сейчас его спорю. Переименование областных центров. Я уже не услышал. Кто за благородных центров на больницу? Алёш, у меня дурацкий вопрос опять. А вот скажем Днепропетровск. Во что переименовывать? Обратно в Тропу Днепска. Вариант и Вимар. А что с Днепропетровск? Вариант и эту. А Кировоград, Елизавет, Град. Какое отношение к тоталитаризму, экстремизму имеет слово Днепропетровск? Потому что Григорий Петровский... В честь Григория Петровского назван... В честь известного деятельства коммунистической партии. И назван и сейчас Петровский. Вы хорошо подготовились к вопросу. Законом не запрещается идеология. Законом запрещается проявление её самых экстремистских, тоталитарных... Так вот, подождите, я задал вопрос. Кроме этого... Ну давайте забудем об идеологии на пять минут. Ответьте, где взять вверх. Какой-то это будет в Союзе. Какой тумбочке они лежат. Вы знаете, вы пытаете людей, которые идут по колу. Ну скажите вы. Здесь очень часто бывает... Вы задумывались о том, что это... Это на вопрос звучит миллиардные траты. Нет, смотрите, по-перше, я хотела просто звернуть увагу. Тут такие крики відбуваются. Злево оппозиційный блок справа Народный фонд. Так, и тут дуже сильно кричать про цей закон. А это настолько... Вы же не хотели бы не кричать, но вы просто перебивали. Это настолько смешно, насправді, потому что, например, уряд Ясунюка в кинці минулого року повернув пану Ахметову спонсору оппозиційного блоку 7 миллиардов гривень в ПДВ. Так? Это 20%... Это 20%... Я не указала своя сцинка, и она иногда бывает уже заезжена. Вы третий раз возвращаетесь к Китайщинам. Это факт, это факт. А потом, это документы, это документы... Для чьи кошки будут все изменения, все происходят. Вы запитали... Вы запитали, звездки... Сколько это? Вы слышите? Вы слышите, господа? Вы запитали, звездки, гошчи, так? Так вот, я и дам ответ, звездки, гошчи. Гошчи яка-с, чтобы не бати... Гошчи яка-с, чтобы не было... Гошчи яка-с, чтобы не было расклада бюджету, и у нас, насправді, Крина очень много, и есть для всего соответствующие финансы. Так вот, давайте проголосуем за разморожение пенсии и минимальный зарыв. Давайте все вопозжну. Давайте обоплудим вывезти меня. Но вы же так прекрасно понимаете, что буду взята, и они не оттуда. Нет, давай это будучи разносить на這樣的 политические блоги. Я вас сейчас сообщаю. Уважаю. Всем прощ Gaming. У вас есть последовательная группа. Вы не ходите на четыре человека, чем 4-я кого-то говорят. У нас партия регионов и коммунистичная партия были последователями СОВКА. Сейчас опозиционный блок является последователем партии регионов. Это не так. Я вас не перебывал. Я вас не перебывал. Вы знаете, это как историю. Вы знаете, как Петровозскую, чему и так далее. Мы говорим сегодня, что мы приняли закон, который не забороняет депутатов. Не забороняет идеологию, но забороняет пропаганду, тоталитаризму, коммунистичного и нацистского. Мы говорим про это. И забороняет символы. Так, действительно. Для того, чтобы покинуть СОВКОМ, нам нужно будет вытратить певные деньги. Из местного бюджета. Это не конкретно дешевше по поводу права применения. Правда? Но это гораздо дешевше, чем продолжать эту дальше политику. Ну дешевше сколько? Ну сколько? Ну кто-то сумму назовите. Вы понимаете, мы сейчас заборонили коммунистичную партию Украины. Я не против. Я хочу сказать, сколько это в стране будет стоить. Мы сейчас в Уруму прохороше и життя. Что важно, что важно, что надо подвести. Это может быть деколька десятки миллионов евро. А, ну, секундочку. Миллионов на все. Да, да, да. Декольки миллионов евро. Помолчите, секундочку. Я вам попрошу обойдется за русский. Спасибо, Евгений Алексеевич. Дмитрий. Главный вопрос, это чтобы что. Оксана, простите. Приняли закон, чтобы что. У меня голова кругом идет. Ответ очень понятен. Кстати, мне кажется, в этой студии буквально для всех стало понятно. Мы движемся к местным выборам и рейтинги политических партий мы увидели на экране. И мы знаем, чей электорат находится на Западной Украине. Это фронт и блок Петра Порошенко, который буквально теперь создал для себя небольшую мину. А что же вы будете рассказывать господам, которые наши граждане в этих регионах, когда у вас полная провальная экономическая политика, нет денег ни на что, и даже политически вы никак не подтянете это. Но есть другая история, господа. Это вопрос левого движения, о котором сказал Андрей Ермолаев. А коммунистов, вот партия КПУ, которую вы сейчас замолчали, уважаемая власть, потому что вы прекрасно знаете, как и я, социологию перетекания голосов, что если вы запретите Компартию Украины, голоса перетекут к оппозиционному блоку. И вы сами знаете социологию. И вы сейчас их не трогаете. Но такая история опять же в другом, что даже если вы дальше будете запрещать, даже если дальше вы будете запрещать, левое движение в Украине есть. И оно не коммунистическая партия. И кто здесь, коллеги, ребята, молодые, такие же, как я, которым не чужды слова справедливость. И вы не наши, вы не наши плюнь кумиры. Это левое движение. Левое движение. Сколько вас час в Украине? Сколько вас час в Украине? Скажите, пожалуйста. 200 гривен, можете перевернуть. Проверим. Проверим. Еще раз скажу, что левый рух в Украине постойно разростается 9% среди молодых громадян, которые готовы поддерживать действительно левую политическую силу. И чем больше вы будете ее запрещать, будьте уверены, они придут и запрещать ее. А вы слушаете, Виктория, Оксана, секунду, секунду. Друзья, можно я скажу? Друзья, я хочу сказать, что сейчас вы півтори годины, я сиджу, спостерегаю, обговорюете один закон, который нужно было реально проголосовать еще в 1991 году. И вы заговорюете тему тут, сейчас. Потому что вы заговорюете тему коррупции, вы заговорюете тему судовой реформи. А знаете, почему? Потому что непрофессионализм, на превеликий жаль, не только в Кабинете Министров, а непрофессионализм и существует и в Верховной Раде. Давайте узнаваться это. И давайте не приниматься выборами и рейтингами. И эти статистические исследования, они цікавят лишь тех, которые сейчас думают лишь о свой рейтинг на выборах. Те люди, которые реально пришли работать и реально хотят сделать страну такую, в которой на самом деле будет хотеться жить. И понимают, что у нас в стране война. Они не витрачают свой свой ресурс на то, чтобы проголосовать рейтинги. И смотреться на эти рейтинги. А занимаются... У вас хотя бы одна такая политическая сила есть? Вы это верите? Залучаются экспертные средства. Но будьте откровенны, находите эту политическую силу, которая живет за декларированным вами принципом. Я пришла в парламент, працюваете, извините. Я працюю, я знаю, какие законопроекти я вношу и на какие я сфері засереджена. И мне бы очень хотелось, чтобы так же и наши ЗМИ выяснили профессиональную дискуссию. И чтобы мы с вами могли бы тут приходить и профессионально дискутировать, а не говорить про то, что... Мы были бы рады подискутировать на тему этого законопроекта, если бы у нас было публичное обсуждение этого законопроекта. А после нашей Верховной Рады, вашей Верховной Рады, мы все вынуждены обсуждать постфактум. Мы получаем утром ночной бюджет, мы получаем закон о запрещении тоталитарных режимов. Вы не даете нам возможности профессионально что-то обсуждать и влиять журналистике и общественности на вашу работу. Я хотел бы тут породиться с Викторией, потому что навіть щодо этих законов, при всей повазе до Евгена, но на початку этой дискуссии взглянули на то, что даже ваше цитование самого закону неправильное, неправдивое. То есть вы не процитовали правильно его текст. Поэтому если мы говорим о таком чутевом вопросе, о таком чутевом вопросе, если мы с вами хотим серьезно это обговорить, то как минимум надо начать с того, что обговорить каждый закон отдельно. Это кардинально разные законы. Один касается признания всех героев, которые борются за независимость Украины в 10-м веке. Другой касается защиты тоталитарных символов. Третий касается открытия архивов. Это разные законы. Если мы говорим о факторе дискуссии, давайте мы их обговорим. Я согласен, сумму на занятие. Ну вот вы все мне назвали, кроме суммы. Я задал с десяток конкретных вопросов. Честно говоря, ни на один ответ не получил. Ну, например, что вы имеете на вас? В законе говорится о запрете на использовании символики режима. Советского тоталитарного. Распространяется это на ордена или нет? Нет, не распространяется. А я поясню. А можно, можно? Евгений, можно? Можно ответить? Вы ответите? Я конкретно ответаю. Потому что в каждой статье, в каждой статье, в обороне этого закону, конкретно, есть в СССР, где написано, кроме случаев, которые касаются освобождения Украины от нацистской агрессии. Поэтому это не касается... Там ими говорит, а памятник не памятных знаков, а памятные знаки это не ордена. Шановный пан Евгений, это вопрос о людей, которые занимали те или другие должности. Это в конце каждой статьи, в конце каждой статьи, в которой появляются памятники, ордены, ризноманитная науковая продукция. Там в конце каждой статьи есть в душках этот текст, который конкретно это говорит. Если я захочу снять документальный фильм о Валентине Шевченко, если я захочу снять документальный фильм о Валентине Шевченко, мне нужно думать о том, что мне светит пять лет. Или нет? Нет. Если для вас, пан Левченко, герои Бердея и Шухевич, а для меня герои, другие украинцы, скажем, Кожудубчиков парк, я маю право на то, чтобы обосвитливать життя этих героев. Вы согласно этого закону маете право. Я еще раз вам объясню, если вы хотите фаховую дискуссию, вам еще раз объясню, третий раз. И люди телебачение бачать, чують, может вы на вмислом, а люди же чують, в каждой статье этого закону написано, в каждой статье написано, что заболоны не стосуются будь-яких випадков, которые стосуются звольнения Украины от нацистских заграбников. Поэтому вы просто цинично брешите и манипулируете. Это вы цинили. Я бы хотел предложить, и вы цинили. Я думал, что вы не сделали, что вы принимали за год в своем законе. Это все-все-все. Это все-все. Это все-все. Это все-все. А что делаем в комедии? Потому что есть действительно много вопросов, и не будем это делать. И вы это делаете, что делаете? Можно я открою бесконечный спор об этом законе? Я, как всегда, хочу вернуться к более глобальной проблеме. Евгений, вот насколько важно, да, назвать вещи правильно своими именами. В начале передачи вы сказали, что политика – это борьба за власть. Позвольте мне вступить с вами в дискуссию. Ради Бога, на здоровье. Потому что политика, о том, что политика – это борьба за власть, это как раз цитата из марксистской философии. А вообще наши друзья, греки античные, считали, что политика – это искусство жить в обществе. Вот я бы хотела напомнить нашим политикам, да, о древнегреческом значении этого слова, что политика – это искусство жить в обществе. Современное европейское общество придумало еще другое словосочетание и выдвинуло, скажем так, другое определение тому, что называется регулированием общественных взаимоотношений. Регулирование взаимоотношений в обществе называется культурной политикой. То есть это не песни и пляски, да, это регулирование общественных взаимоотношений. А для того, чтобы это регулирование происходило максимально прозрачно и доступно, есть такое понимание, как публичная политика. Так вот, ни политики, ни культурной политики, ни публичной политики в Украине нет. Поэтому наш политик находится в постоянном хаосе и в постоянных спорах. У нас 600 тысяч избранных депутатов, да, включая вот местные советы и государственных чиновников. А политических школ у нас нет. Это люди, которые выходцы в основном из ВПШ, да, это высшая партийная школа, если вы помните. Как мы можем строить новую демократичную современную европейскую Украину, если наши политики не прошли в школу современной политики? Выход в чем? Выход есть. Выход есть. У нас уже в стране, к счастью, вернулось достаточно много людей, которые заканчивали европейские политические школы. Я считаю, что и в Верховной Раде, и в местных радах нужно просто организовывать политические курсы и учить людей политики. И только тогда у нас будет цивилизовываться и десоветизироваться общество. Я могу сказать, например, что мы с Викторией закончили в разные года украинскую школу политической студии. Вы молодые депутаты, это видно. Есть такие вещи, у нас читали замечательные преподатели. То есть есть такое, и давайте не будем так пессимистично, есть люди, и я думаю, что Верховной Раде... Алексей, вот в свое время в России в каждом областном центре действовала школа публичной политики. Все эти школы существовали на пожертвования Михаила Ходорковского. Это была одна из причин, почему его на самом деле потом посадили на 10 лет. Можно еще раз? Я бы сегодня вспомнить о том, как подреагируют старшие люди. Я бы хотел обратиться сейчас к молодых людей. Вы знаете, полтора года назад мы доследили два подручника истории. Один в Львове, а один в Донецке. Это было полтора года тому, что я до подий. Вы знаете, что мы выявили? Мы выявили, что в Украине, в стране, которая называется «Украина Едина», учат две разные истории. Новое молодое поколение. Две разные истории. И именно поэтому, чтобы мы не учили две разные истории. Мы мали безперечно, я про это сказал на початку, что в 1991 году поставить на это крапку, как это сделала Польша, как это сделала Прибалтика, как это сделали другие пост-радянские страны или социалистического табора. Мы не должны учить двух разных историй. У нас одна история. У нас есть 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 одна история. А это сделал. Вот тут вспомнилось про табачника. По дороге это тоже факты. Мы достигли намыти десятки миллионов рублей на выпуске этих подручников. Это мы сейчас уйдем, Бог знает. Правильно, господа хорошие. Вот это я, Таня, подруги вас для вас сказать. Дмитрий, два слова. Дайте сказать, а иначе на полусловие программа оборвется. Я просто хотел поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Всех, кто высказал. Свои мнения. Подчат, как принято говорить, контроверсийные. Принимаю критику в свой адрес, которая звучала из уст некоторых людей, которые были со мной не согласны. Но все-таки вы меня извините ради Бога. Что касается этого закона, вот никто из здесь присутствующих так и не смог меня убедить в том, почему нужно было без тщательного общественного обсуждения, открытого, публичного, этот закон принимать буквально в пожарном порядке. Этот вопрос у меня так и остался. Спасибо большое. Встретимся в этой студии через неделю. Спасибо за просмотр. Спасибо.